Нет, просто в прошлый раз Наташа говорит, не было записи, а ты, о, вижу, вижу. Хорошо, хорошо. Ну, КГБ христианской работы, так что... Да, мы внимательны. Мы в безопасности. Хорошо. Ну, самое главное, Господь нас видит, записывается все там, и я знаю, что памятная книга есть. Аминь. Да. И то, что мы сегодня собрались во имя Господа, это уже хорошо, и Господь это тоже знает, потому что Он сказал, что где во имя Мое собираются двое или трое, я уже посреди вас. Аминь. Это благословенное время. Спасибо нашему Богу. Знаете, что я хотел в самом начале, быстренько, знаете, вот, зачитать, вот, 10 глава Деяния апостолов, да, в Кесарии был некоторый муж, я знаю, что вы все знаете прекрасно, но, как бы так, вот, знаете, для поддержания, я так скажем, в самом начале, и те люди, которые, возможно, ну, в первый раз, возможно, слышат, да, сегодня, поэтому я прочитаю. Вот, пастор готов, подсоединяется, так что увидим его. В Кесарии был некоторый муж, да, именем Корнили, сотник из полка, называемый италинским, итальянский, итальянский, да, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостей, народу и всегда молившийся Богу. И, в общем, что я хочу сказать, друзья мои, здесь вот в самом начале написано, что есть такой человек, и был такой человек, да, сотник из полка, из итальянского полка, вот, и он был благочестивый, благочестивый такой, вот, богобоязненный человек, и не только он один был богобоязненный, но и также со всем домом, и он творил очень много милостыни. И это очень важно, что я хочу сказать просто коротко, да, о том, что сегодня очень много людей, которые боятся Бога, те, которые говорят о Боге, те, которые говорят, что я верующий человек. И, в общем-то, каждый второй человек может встретиться вам на пути и сказать, что я верующий, я верующий, я верующий, да, но когда спросишь о нем, у него о Христе, об Иисусе Христе, человек начинает уже просто замалкивать и просто, знаете, ничего не знает об Иисусе Христе, абсолютно ничего, да, и вот если у человека спросишь, у тебя есть какой-нибудь, ну, любимый актер, и он скажет, да, есть, и когда ты спросишь, у тебя есть любимый актер, ну, и расскажешь мне о нем, и он тебе все расскажет абсолютно, когда он родился, когда он чуть ли это, чуть ли не умрет, когда он все знает о нем, вот, поэтому об Иисусе Христе мы должны, в принципе, знать то же самое, как и все, в принципе, знают о своем кумире, поэтому у нас, в принципе, должен быть на первом плане всегда Иисус Христос, аминь, и вот, в принципе, я сначала вспомнил этого мужа, да, я так просто коротко, что людей сегодня очень много верующих, да, но Господь сказал, что Петра отправил к нему для того, чтобы он засвидетельствовал ему об Иисусе Христе, аминь, а для чего? И потому что, потому что пришло пробуждение для всего мира, для всего человечества, и он сказал, что скажешь ему слова, которыми спасется он и весь его дом, и он знал, что там, что происходит в его доме, и он знал, что этот дом творит много милостыни. Слышите меня, да? Да, да. Вот, и поэтому сегодня мы как раз вот и делаем все возможное, чтобы люди слышали именно об Иисусе Христе больше и больше, чтобы для всех людей был на первом месте всегда, не какой-то футболист, не какой-то актер, на которого они всегда надеялись и уповали, и даже отдавали большие деньги, но чтобы на первом плане всегда был Иисус Христос. Почему? Потому что через имя Иисуса Христа приходит спасение всему миру. Аминь. Аминь. Ни у кого не аминь, никто не согласен. Аминь. Хорошо, я почему об этом начал говорить, друзья, почему я начал об этом говорить, потому что, когда я смотрю сейчас в онлайне, да, и люди сейчас, в общем-то, много говорят о том, что все, такое время как бы прекратилось, потому что люди ходили на футболы, да, были болельщиками, а теперь они ходят все-таки на богослужение и слушают о том, за кого бы уцепился, и получить вот эту надежду, которая необходима для человека. Это для своего исцеления, для своей души, чтобы быть, так скажем, спокойным. Окей, хорошо, друзья, я просто такое вступительное слово, это... Потому что пастор да то и исчез, а я думал, что пастор да то что-то скажет, и, ну, что же сделать. Так что пастор да то, твое время истекло. У нас сегодня гости. Да, 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 я что хотел? Потому что ты исчез, да, у тебя иконка остановилась. Ну, как бы осталось... Не, у меня просто, видишь, я хотел через компьютер зайти, там тогда больше, ну, вид на всех сразу, а получилось так, что у меня на компьютере вообще интернет просто зависает, и мне нужно переключить на телефон сейчас. Понял. Ну, я, в принципе, что хотел, чтобы ты представил нам пастора Сергея, потому что вы все-таки с Наташей знакомы более, ездили к ним, уже были в гостях. Ну, и так хотя бы, хоть коротко скажи, представь хоть. Потому что, чтобы пастору Сергею не было так особо грустно, знаете, первый раз с нами сегодня. Да, ему так грустно точно не будет. Я хочу, чтобы он себя чувствовал... Пастор да то, я хочу, чтобы он чувствовал себя сегодня свободно, что мы все вместе, мы в единстве. Ну, я как бы, ну, не знаю, как бы много-то не буду говорить, чтобы время как бы не забирать. Но вот, да, у меня была такая возможность у нас уже с Наташей ездить в Украину, быть там, служить в церкви, ну, и знакомиться с пастором Сергеем, с его семьей, служить в церковью, служением. И все, что могу сказать, я думаю, и брат Олег говорил, и я только о том, что очень хороший пастор, хорошее сердце, хороший служитель, очень много жертвует. И без, как бы, такой, знаете, ну, не то, чтобы кого-то возвышать или о ком-то не говорить, но есть люди, которые, знаете, вот, жертвуют много и отдают очень много и самих себя, и время. И вот Сергей, он один из таких вот служителей, который очень много отдал. Я слышал его свидетельства и видел, как он там с людьми общается. Это очень хорошая церковь в Киеве. Ну, может быть, побольше о себе что-то расскажет, но я вот так вот могу только сказать, представить его, что это пастор из Киева Сергей Акименко там со своей семьей. Ну, не знаю, вот супруга я сейчас пока не вижу, потому что когда был компьютер и видел всех, кто там рядом, ну, может быть. А тогда супруга там детишек кормила. Хорошие дети у него, слава богу. Поэтому вот на этом я могу только остановиться и предоставить уже слово гостю, чтобы он послужил нам и чтобы мы получили все благословения. Да. Сереж, ты с нами? Да, да, вы слышите? Да, мы слышим, просто не видим. Слышим. Да, слава богу. Ну, после такого представления, да то, говорить больше не о чем. Ну, что ты, брат. Ты, брат, дорогой. Сереж, ты просто, он говорит почему так, чтобы ты знал, что за глазами он тоже самое говорит. Так что все хорошо. Я знаю, знаю, что я тоже в хорошем общении были с Датой. И очень благословенная семья, Датой, Наташа. Вот. И что я хочу поделиться, как бы, словом. Но, я думаю, немножко познакомимся. Вот. Меня тоже, как бы, коснулось это, знаете, когда ваш паспорт стал. Я сказал, что ты сразу не будешь подпеть. Вот. Какое там, какое мое свидетельство? Ну, меня Бог призвал где-то, как раз я не скажу, уже 14 лет, наверное, назад, 15, вот так. Вот. У меня была хорошая семья. Отец военный, мама медик. Вот. И, как бы, с самого детства я подавал самые-самые хорошие и такие самые светлые надежды для своей семьи. Вот. И, как бы, все было хорошо. Был спортсменом. Вот. Занимался спортом. Ну, пришли в страну перестройка, разруха. Закончился Советский Союз, слава Богу. Но с этим не все пришло хорошее. Пришли, пришли. И такая, знаете, мнимая свобода для таких ребят, как я. Мне на тот момент было там где-то 16-17 лет, я уже не помню. Вот. Ну, на тот момент, конечно, уже, как бы, мы выполнили такие разряды по спорту. Вот. Я был кандидат мастера спорта там. Вот. В свое время. И, конечно же, закрыли все клубы спортивные. Ну, вы прекрасно помните. Я вижу так немножко по конференции присутствующих. Наверное, вы прекрасно помните это время, да? Да. В начале 60-х, когда закрылись все клубы, не стало работы. Папа мой из уважаемого военного человека превратился в никого. Вы знаете, да? При развале Советского Союза военные стали никому не нужны. Вот. Ну, и так далее, и тому подобное. И, естественно, вся молодежь хлынула на улицу. Вот. Закрылись спортивные клубы и так далее. И в Украину завезли очень много наркотиков. Ну, и, естественно, наверное, не знаю, процентов, может быть, 5, а может и нет. Это те из молодежи, из моего возраста, на то время, вот в Киеве, кто не попробовал, в том числе, тяжелые наркотики. А именно героин завезли в Киев. Вот. Я на тот момент занимался спортом. И в один прекрасный момент я ехал домой из сборов. У нас были двухмесячные, по-моему, сборы в Закарпатье. Вот. И мы... Я возвращался из сборов и встретил своих друзей, которые также занимались футболом, плаванием и так далее, кто чем. Все дети тогда занимались спортом в Советском Союзе. Вот. И они сидели во дворе. Я увидел у них на столе уже вино. Вот. Это было в беседке нашей любимой, в которой мы играли. Но ребята были какие-то подозрительные. И они меня познакомили, как бы, вот с наркотиком. Первые наркотики. Это была травка сначала, легкий наркотик. Вот. Потом я пришел после каникул, после этого в сентябре в медучилище, в котором я тогда учился. Вот. И там ребята уже употребляли героин. Ну и, естественно, я был такой парень шустрый, лидер компании. Вот. И, естественно, мне захотелось это все попробовать. Потому что это сейчас вы можете зайти в YouTube, зайти в интернет, посмотреть последствия употребления наркотиков, посмотреть, что с этим бывает и что это такое и с чем его едят. Тогда всего этого не было. Не было даже телефонов мобильных, вы помните, да? Вот. И мы не знали, что это такое. Мы думали все, что мы попробуем. А от жизни молодежи была такой девиз, от жизни нужно брать все. Вот. Мы бегали там, дрались по дворам, слушали Виктора Цоя. Вот. Ну и, в общем, вот такая у нас была, как бы, вот такая у нас была юность там. И в этом вот подростковом возрасте мы попробовали, к сожалению, наркотики. Но сегодня я могу сказать, что я, к счастью, попробовал наркотики. Мало кто меня поймет, но если бы не наркотики, я бы никогда не познал Иисуса Христа. Вот. Поэтому, с одной стороны, это большое горе принесло в мою семью. Но, с другой стороны, это привело к тому, что я стал сегодня пастором. Так что, конечно, очень много горя, очень много испытаний, очень много негативных вещей мы прошли с моей семьей. Но, как видим, да, это был план Божий. Дьявол задумал свой план, но Бог в конце все равно, знаете, любая ситуация жизненная, она все равно за Богом последнее слово. Поэтому вот так вот у меня произошло в жизни. Ну и, естественно, это были годы, когда мы начали заниматься криминалом, рэкетом в Киеве. Вот очень много рынков было, которые крышевали большие дяди. Ну а нас, пацангу такую, спортсмена держали, как вот, в общем, такую рабсиву, черную работу делали. Вот, ну и вот так вот, как бы, докатился я до такого, что уже, как бы, на меня была разрушена жизнь, семья, здоровье уже и все такое. Вот. Я думал, что я найду выход сам. Я очень много раз бросал, очень много раз лечился. 12 раз меня мама лечила. За это время две судимости у меня уже было. Вот. Отец первый раз меня выкупил из тюрьмы. Вот. У него были деньги. И, как бы, ну, можно сказать так, что мое вот это вот хождение, вот такое, мой вот этот путь, он, ну, отец не смог выдержать этого всего. Он был венный, был афганец, служил на ядерном полигоне, испытывал ядерные бомбы на новой земле. Вот. И у него и так психика немножко была подорванная. Непростую жизнь он прожил. Он очень любил меня, все мне отдавал. То есть, вы понимаете, я ходил разодетый, как этот самый, елка новогодняя, там, мы жили в Германии, я родился в Германии. Вот. Отец там служил. И так получилось, он маму туда забрал, и я там родился. Вот. Ну, и тогда из Германии военные приезжали в Советский Союз. Это были такие, знаете, привозили там с собой всякие шмотки, там, вот это все, вот это парохло. Вот. И я ходил, конечно, до самого первого класса, и в школу пошел весь вот в этих вот ключах немецких и так далее. Вот. И папа, конечно же, летал по Союзу, военный был. Вот. И привозил все лучшее для меня, игрушки, вот. Были хорошие там, как бы, хорошие воспоминания о детстве. Но вот так вот, как бы, все это заканчивалось. И отец не выдержал вот этого всего, потому что он был военный. У нас семья у мамы там была уважаемая. Отец был военный. И они, ну, для них это было, знаете, вот, просто шоком, что парень такой способный, очень, как бы, одарованный мальчик. И вот с самого детства уже по комнатам милиции, вот эти потом суды, малолетки вот эти. И как бы они не могли понять, откуда это могло взяться в нашей семье. Ну, мне когда-то дедушка говорил, что у нас никогда в жизни в доме участкового не было. Даже не было причины, чтобы участковый зашел к нам домой. А ты с самого детства, вот, ну, непутевый такой. Вот мы не понимаем даже, ну, в кого ты такой пошел. Вот. Ну, понятно, да, кто наш враг и кто этот план, как бы, в этой семье, в моей, это все запустил, да. Конечно же, сатана имел свой план на меня, и вот, как бы, программа эта была запущена, и все получалось. Вот. И когда я уже дошел до ручки, ну, это можно очень долго рассказывать, когда-то мне ребята мои говорили, пастор, ты напиши книгу, как бы, интересно, когда, вы знаете, можем, имеем время и порассказывать так долго, то действительно это можно написать книгу. Но я уверен, что ваши свидетельства, они не менее интересны. Вот. И вот таким образом, как бы, я мучился, 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 думал, что я женюсь, и таким образом, вот, я полюблю девушку, и любовь меня спасет. Вы знаете, как романтика такая. Я нашел, как бы, девушку, мы поженились с моей любимой Людой, конечно, благодаря которой, естественно, я, наверное, и выжил. Это две женщины, это моя мама и моя любимая жена. Она, вот, я поженился, женился я так, интересно, тоже. Я пока укрывался от полиции и был в бегах, то я, как бы, заехал там на конец Украины, есть такое, там, под Белоруссией, Черниковская область. И там, как бы, я увидел эту девушку, это была моя жена будущая. Она приехала туда к бабушке, тоже случайно, она тоже жила в Киве, но приехала туда к бабушке. Вот. И мы там встретились, и, конечно же, я ей наобещал счастливую жизнь, золотые горы. Но я, в принципе, и сам в это верил. Я не врал тогда. Мне очень хотелось начать жизнь чистого листа. Но когда разрешились мои все ситуации криминальные, и мне дали, как бы, возможность вернуться в Киев, естественно, когда я попал в Киев и в то окружение ребят, с которыми я... Зачем ты говоришь, Олег? Я это сама попричила. Да, да. Кто-то говорит. Кто-то спросил. Сереж, говори, говори, говори. Там просто, я отключил. Ничего, я там не нагружаю, может быть... Нет, 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 это кто-то кому-то семи сказал просто. Нормально все. Все хорошо, все хорошо. Все просто слушают, поэтому нет. Да, это свидетельство Божьей славы. И одно из оружий против дьявола. Это наше свидетельство и, конечно же, кровь Иисуса Христа. Поэтому я сегодня вам рассказываю свои свидетельства немножко. Это мое оружие, которым я убиваю все дела дьявола. И из вот этой всей ситуации я, как бы, встреча с моей женой, я как бы решил, что я женюсь и у меня все наладится. Естественно, когда я вернулся в Киев, все продолжилось. И моя жена, вот выйдя замуж за такого перспективного молодого человека, как бы одарованного, шустрого, вот, находчивого, увидела совершенно другое лицо этого человека, как бы. И пять лет это были ее первые пять лет в нашем браке, это был ад у нее, а не счастливая семья и счастливый брак. Вот. И после этого всего, конечно же, мы чуть не развелись, и все. Мать моя только уже плакала и молилась, она не могла пережить вот этой трагедии. И на тот момент уже было, как бы, очень плачевное. И однажды на нашем районе один парень уверовал, и он был старше меня, но мы уже крутились в одной компании. И он уверовал и стал посещать церковь. Ну, естественно, мы с него смеялись, он был хороший парень, занимался тоже спортом, занимался там всяким, ну, всяким криминалом, аферизмом и так далее. И мы с него смеялись, естественно, потому что парень ездил на машинах, уже на тот момент, на конец 90-х у него там была хорошая намарка, это было тогда, ну, просто это невозможное, знаете. И тут он идет в церковь, продает эту машину, раздает деньги тем, у кого он, ну, кого грабил, у кого забирал. И мы как-то едем тоже на машине и встречаем его на остановке, идет дождь, сумасшедший ливень. И мы сидим в машине, естественно, под наркотой. И смотрим, как он под этот ливень переходит дорогу и ждет трамвая там или автобуса, я уже не помню. И на плече у него висит гитара. И я так из окна, и он такой счастливый, под этим дождем дождь лупит, он мокрый. И я так помню тот момент, вот почему-то Бог дал мне его запомнить. Я так смотрю из окна и думаю, боже мой, был же нормальный парень. Вот так должно было крышу оторвать, чтобы вот так вот жить, вот так все бросить, бросить любимую девушку, вот, потому что он с ней был не расписан, отдать машину, отдать все деньги, все, и вот так вот с гитарой с этой там вот это бегать там и аллилуйю петь. Но я посмотрел на него, и он мне показался таким счастливым при всем этом, что, знаете, вот что-то меня вот зацепило. И буквально через несколько лет подошел второй друг из нашей компании, который также уверовал, и начал мне свидетельствовать вот так, как я вам сейчас и проповедовать об Иисусе, и говорить, что моя ситуация может измениться. А на тот момент я лечился уже 12 раз в различных клиниках. Меня пыталась спасти мама, потом жена моя, вот. И как бы он говорит, что это все можно полечить бесплатно. Я говорю, как, каким образом, как это может произойти, я не верю. И он говорит, Бог может тебя исцелить, Бог может тебя освободить. Естественно, я подумал, что он сумасшедший, или он просто надо мной насмехается. Я говорю, Леша, ты понимаешь хотя бы, в какой я проблеме? В какой, ну, куда я вообще попал? Он говорит, прекрасно понимаю, потому что я сам был таким, и поэтому поехали со мной на ночную молитву. Он меня этим вообще добил. Основательно. Какая ночная молитва, ну, в моем состоянии? Но, знаете, я послушался, потому что терять мне было уже нечего, уже у меня проблемы были и с полицией. Ну, в общем, все сопутствующие проблемы уже были у меня как бы на хвосте. Вот. И, естественно, я согласился. Я приехал в ночную молитву, и, конечно, для меня это был шок. Эти песни, эти пляски, эти молитвы и все остальное. Но я увидел столько ребят, которых я раньше знал. Я думал, что они все умерли давно. Но я видел, как они счастливые плясали, прославляли Бога, и это просто меня порвало, в хорошем смысле этого слова. Я не знаю, почему я просто расплакался, сидел, как вот собачонка маленькая, знаете, щеночек в углу и плакал от того, что просто вот у меня прямо сейчас слезы наворачиваются. Я помню, я хорошо помню это состояние. Дух Святой просто так меня коснулся. Я не знал, что это, но я так рыдал. Я просто сидел, и мне просто было больно, что я вот... 28 лет мне было на тот момент, по-моему, или... Нет, даже, наверное, 25. Это уже 28 было позже. 28 я в рецентре уже был во мне, когда я служил. Вот 25 лет мне было на тот момент, и вот 25 лет жизни самых лучших своих лет я просто отдал. Вот мне было так больно за то, что я вот просто вот эти лучшие годы свои выпросил на помойку, знаете. Ну вот, я же не понимал тогда еще ни о призвании, ничего, ни о плане Божьем. Я ничего не знал. Я совершенно, знаете, думаю все. Все сейчас смотрят на меня, когда я пастор, и думаю, ой, такой мудрый пастор, ой, так рассказывает красиво. Наверное, там он с детства там это все читал и знает. Послушайте, все, что я видел в детстве, это так, как молилась моя бабушка. Она становилась перед иконами, молилась, и она читала, когда мы ложились спать, она читала «Отче наш». Вот это все, что я знал о Боге. Все, поэтому как бы все то, что сегодня, это его слава. Ну и, естественно, назад пути уже не было. Там, где я был, я уже знал все. Я прошел, как у нас говорят, я не знаю, у вас так говорят или нет, что я прошел Крым и Рим и медные трубы. Вот. То это про меня. Вот до этого момента я уже прошел все, и я понимал, в этой жизни ничего хорошего больше для меня нет. То есть, единственный путь – это покончить с собой, вот, или же, или что-то должно быть. Если ничего не изменится, у меня точная была, как бы, точный план, точная цель, я знал, что я выброшусь из окна. Вот. Это у меня уже, как бы, был четкий план, я даже видел, где это сделаю. Я приезжал туда, я приезжал на 16 этаж в моем доме. Вот там, где жили до ТОС, Наташа, это в моем подъезде. Я приезжал лифтом на 16 этаж и просто примерялся уже, как я оттуда прыгну, если ничего не изменится. И я, как бы, представьте, вот такой подонок в таком состоянии имел такую еще наглость сказать Богу, так, вот все, твой шанс. Если ты ничего сейчас со мной не сделаешь, я выброшусь. То есть, я поставил Богу условие такое. Ну, и, конечно же, он, наверное, как с ребенка, с меня посмеялся и просто взял меня в свои руки. И я на это все посмотрел. Конечно, для меня это было очень неприемлемо, для меня это было странно. Но я согласился. Я согласился и сказал, ребята, если вы знаете, что есть выход, я вас всех знаю, вы употребляете наркотики. Это не просто они рассказывали какие-то, не знаете, в полиции. Я их всех знал лично. И я согласился поехать в реабилитационный центр. И когда я попал в реабилитационный центр, конечно же, Бог сверхъестественно меня освободил от наркотиков. Я не просто, знаете, хотел когда-нибудь как-то, знаете, чтобы мне что-то вот сделали, чтобы я не употреблял. Я мечтал не хотеть. То есть, для наркомана, понимаете, наркотики – это все. Это его жизнь, это его сердце, это его душа, это люди проданы просто дьяволу, как говорится, знаете, с потрохами. Вот. Поэтому я понимал, что свободы от наркотиков не существует, не бывает бывших наркоманов. И когда я понял вот в реабилитационном центре, когда Бог меня вот так освободил, знаете, просто одним прикосновением, я упал на колени и сказал Богу, что я всю свою жизнь посвящу таким ребятам, каким я был раньше, я, мне все равно, если даже я буду нищий всю свою жизнь, если даже мне придется это делать за тарелку супа, даже, ну, или наоборот, ты поднимешь меня, Господь Бог, если тебе будет угодно, даже если я стану президентом Украины, там, я все равно буду служить таким ребятам, как я сам. И вот такое, как бы, у меня была молитва. Мне не нужно было ничего, знаете, некоторые люди там рассказывали, просили, там, ты сделай то, Господь, ты сделай это, давай завет какой-то заключим. Мне было достаточно того, что Бог оставил меня в живых. Мне абсолютно достаточно было того, что я наркотики не просто не хотел, я их стал ненавидеть. Я вот как-то в один миг понял, что эта жидкость, это даже не человек, это не даже не что-то живое, а вот эта мертвая жидкость, вот это вот кубик, вот этой заразы, это даже не море, которое может утопить человека, знаете, вот этот кубик, вот этот мизер, это то, что управляло мной, человеком. И я же начал Библию же читать, я поугнел, я прочитал первую, вторую, третью главу «Бытие», и там было написано, что Бог создал меня человеком. Это было мое самое большое откровение по сегодняшний день. Вот слово «человек» я увидел вообще по-другому и создал Бог человека. И вдруг меня осенило. Оказывается, в 25 лет я понял, что я человек, я человек, я не тот подонок, я не тот, кем меня называла полиция, я не тот, знаете, мразь, которую убили, заставляли там подписывать какие-то показания. Я человек, я в глазах Божьих человек, и он создал меня, глядя на себя по своему образу и подобию. То есть он скопировал с себя меня и создал меня. И это просто была революция в моей жизни. После этого я понял, что я никогда больше не вернусь в ту жизнь, где я был раньше. И по сегодняшний день, вот таким, как вы меня видите сегодня, я ни одного раза не употребил наркотики, не закурил сигарету. Ничего, никакого греха осознанного я не сделал в своей жизни, потому что Бог дал мне абсолютную свободу. Вот. И как бы, ну, вот такое вот знакомство, я думаю, это уже очень-очень долго. Но это важно, это самая большая революция, которая произошла в моей жизни, и это никогда не может, знаете, мои какие-то ориентиры или ценности жизни изменить по одной простой причине. Даже вот когда сейчас пришел кризис, у всех карантин и все такое, нам очень просто. Вот таким, как я, очень просто. Мы живем в кредит, мы уже не жильцы. Уже нашу жизнь мы проиграли, кто в казино, кто дьяволу проиграл, кто продал за наркотики души свои. Поэтому Бог нам дал новую жизнь, новое сердце, новые печени, новые легкие, что кому, новые ноги. И поэтому мы, нам все равно кризис там или не кризис, мы все равно живем, ну, не своей жизнью, это уже не я. Иногда, знаете, я просто рассказываю, мне кажется, что я на себя наговариваю или что-то выдумываю. Вот, поэтому для нас все очень просто, чего и вам желаю. Вот если вы будете относиться к своей жизни так, никакой кризис нам не страшен. Единственное, что нам нужно помнить, это поручение, то, ради чего мы здесь на земле. И Богу не важны твои проблемы, Богу не важно твое состояние, Богу не важно, кто ты, пусть ты самый законченный подонок сегодня. Завтра ты можешь быть пастырем. Мне даже иногда стыдно, что я пастырь, потому что мне кажется все время, что я этого не заслуживаю. Знаете, мне кажется, что я этого не дотягиваю. Ведь есть же такие вот, как, например, наш епископ Олег Пронин, вот он такой культурный, он такой обходительный, такой, знаете, говорит красиво. Но вот когда попали к вам в союз, я думаю, боже мой, если он узнает, кто мы, наверное, он откажется от нас. Ну, нам точно, вот, ну, я не знаю, куда нам идти, после того, как вот развалилось посольство, да, ну, наверное, скорее всего, в новое поколение. Потому что более-менее схожи мы как-то были. И вот это, знаете, кяу, вау, разрушаем, насаждаем, а потом снова это связываем, выбрасываем, вот. Ну, куда еще таких людей? Вы знаете, я в шутку так говорил, мы для любой церкви будем как инфекция. То есть, ну, это же просто, то есть, знаете, такая рота головорезов таких, больших партаманов зайдет в любую церковь, это для пастора будет просто от нас. Вот, и поэтому, ну, куда нам еще идти? И когда, вот, мы много молились и искали, искали, и потом, когда пастор Олег приехал в Киев, вот, он приехал в Генри Мадава на какую-то конференцию, Empower 21, по-моему. И я просто на тот момент уже ездил в гости в Эстонию, вот. И я увидел просто пастора, мы с ним познакомились в Эстонии, и я просто увидел, что он же любит сниматься в этом, в селфи и видео снимает, куда он летит, куда едет. Можно просить любым спецслужбам, да, просто. Где был, как, чего, когда. Он все документирует, куда едет, с кем и как. Вот, и я смотрю, он пишет, я в Киев лечу, туда-сюда, я ему сразу же мессенджер пишу, пастора Олега, как же ты не сообщил мне, давайте встретимся. Вот. А мы на молитвенных неделях встречались вот в Эстонии, там у них такая чудесная, класснейшая традиция, они всеми церквями по очереди друг у друга, вот, молитвенную неделю служат. Это просто супер. Я до сих пор восхищен вот этим вот служением, когда они все вместе, вот, дружно, какие бы там ни были, там, разногласия, знаете, там, в церквях разные бывают, кто-то в одну сторону, кто-то в другую, но вот этот праздник, это, по-моему, на Рождество, пастор Дато, да, если я не ошибаюсь, январе, ну, вот, да. Да, да, там такая церковная молитва. Да, 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 да. И вот мы там познакомились с ним, и вот из-за этого я его и знал. Ну, и, конечно же, я его пригласил, чтобы его повозить это время, пообщаться, потому что мне тогда общение было как воздух нужно. Вот. И мы поехали на обед, и пастора Олега просто угораздило спросить, как у меня дела. И я ему как вывалил. Все, что у меня на душе, и вот все, что накопилось, вот. И вот это спокойствие и мир пастора Олега, вот это его, знаете, такая вот как бы противоположность совершенная мне, меня просто, вот, знаете, она как-то мне передалась на каком-то вот, в таком духовном подсознательном уровне. И Бог мне тихонько показал, что вот этот человек, я говорю, как? Он вообще не подходит нам. Ну, и я, конечно, стал с Богом спорить, что это не тот человек, Бог, ты что не видишь? Ну, я же лучше знаю, знаете, ну, какие мы. Вот, и потом все так сложилось. Ну, в общем, мы с вами вместе. Вот и все. Потому что я долго буду рассказывать. Вот. И вот так вот мы появились в вашем союзе. Ну, и потом нас познакомили со всеми, и с вами заочно познакомили, и пастор Датуа приезжал, и вот мы как бы уже вместе в союзе. И я хотел бы уже закончить со своим свидетельством, потому что, я думаю, мы его продолжим, когда уже вместе все где-то встретимся. Я верю, что скоро это произойдет. Но поделился бы словом таким немножко, потому что все-таки меня пригласили не про себя тут рассказывать, знаете, я не футболист и не звезда Голливуда. Вот. Я немножко хотел бы и слово как бы поделиться с вами. Но свидетельство, да, это сильная слава Божья в моей жизни, в жизни моей семьи. И я думаю, мы еще пообщаемся насчет этого. Я сегодня, вчера молился вечером, и я говорю, Господи, ну как-то вот хотелось бы поговорить с тобой. Я в лес пошел, я живу тут, пастор Дату был у меня, возле меня лес недалеко, буквально в двух шагах. И я пошел в лес, помолился, говорю, Господи, я хочу, чтобы ты лично со мной поговорил. Мне хочется с тобой поговорить. Я хочу от тебя откровеннее. Не просто, знаете, вот, конечно, я читаю слово, Бог через слово со мной говорит. Но мне захотелось просто вот поговорить. Я говорю, Господи, или во сне как-то приди ко мне. Вот. Я просто хочу от тебя слово получить. Мне хочется, чтобы ты мне что-то сказал. Вот что ты хочешь, то и скажи. И представьте, мне приснилось вот такие две мысли по поводу сегодняшних дней, сегодняшней церкви. И я встал вот утром, четко осознавая, что вот эти две мысли точно они пришли от Бога именно ночью, потому что я утром с ними проснулся и пошел вот утром в душ с этими мыслями. Вот. Мысли о том, что двуякое такое, знаете, впечатление. Я потом нашел подтверждение Словия Божьим этим мыслям. Вот. И двуякое такое впечатление, знаете, про сегодняшние дни в мире. Мы все с вами так самоизолированы, да, все остались у себя дома. И с одной стороны прекрасное время провести его с Богом, провести его в общении с Библией, Словом Божьим, да, почитать Слово, вернуться как бы к тем истокам, которые мы с вами, как мы познавали, вернуться к первой любви и так далее. Прекрасное время для того, чтобы возобновить отношения с Богом, если они где-то угасли или мы там в суете немножко, знаете, в рутине такой повязли. Но с другой стороны меня посетило такое немножко огорчение. Почему? Объясню. Потому что я подумал, ну почему нам, людям, для того, чтобы вернуться в такие прекрасные отношения с Богом, нужны постоянно какие-то потрясения. Ну почему бы нам, как послушным детям, постоянно не быть как бы прилежными, знаете, вот, постоянно быть в общении, постоянно быть... Нет, мы вот, люди, знаете, нам нужны какие-то потрясения, нам нужны какие-то катаклизмы, Богу нужно что-то допустить. Я ни в коем случае не говорю, что это Бог придумал и нам послал. Нет, Бог такие вещи не делает. Но я хочу, чтобы вы тоже понимали, что без добро, без того, что Бог позволит, быть ничего в этой вселенной не может. И, конечно, Он знает о нашем карантине и о коронавирусе. То есть Он не где-то исчез и пропал. Бог все контролирует. Поэтому не переживайте. Он не даст, чтобы никакое зло приключилось с Его детьми. Это да и аминь. Но для чего Богу постоянно допускать какие-то для людей катаклизмы, там, Влады, моры, какие-то катастрофы, какие-то коронавирусы для того, чтобы вернуть к себе своих детей. Но потом, когда я начал дальше размы... Я проснулся с вот этими двумя мыслями, и когда я начал размыслять дальше, я понял, что это было всегда, в принципе. В принципе, это было всегда. От того, что приходила сытость, от того, что приходило какое-то устройство, от того, что приходила обеспеченность и стабильность. Народ Божий, к сожалению, Божий народ, и я имею в виду сейчас именно тех людей, которые называют себя верующими, и они развращались от этого. И для этого Богу всегда надо было создавать, еще с времен Моисея, Богу нужно было создавать какие-то обстоятельства для того, чтобы народ Божий вернуть к себе, свое лоно, для того, чтобы начать даже хотя бы общаться или говорить с людьми. Потому что люди истуканов себе, идолов каких-то изображали, да, изобретали, и начинали с ними разговаривать и им поклоняться. Естественно, Богу нужно было дать какой-то, знаете, ремень такой народу своему Божьему для того, чтобы их вернуть к себе. И потом я начал читать Слово и хотел бы с вами поделиться несколькими стихами. Это Евангелие от Матфея, 21 глава, я хочу прочитать вторую часть 31 стиха и 32. Там была притча, которую Иисус говорил фарисеям, да, но дальше Он говорит такие вещи. Иисус говорит им, конец 31 стиха, вторая часть, Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мы, тари и блудницы, вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн, имеется в виду креститель, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, а вы не поверили Ему, а мы, тари и блудницы, поверили Ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить Ему. Знаете, на что меня натолкнули эти мысли? Они меня натолкнули на церковь. Ведь проблема сегодня же не в грешниках. Проблема сегодня не в заядлых грехах, каких-то злотеев и грешников, которые нас окружают. Знаете, я сейчас часто говорю на проповедях, ну так как бы в шутку немножко, что сейчас атеиста днем с огнем не сыщешь. Все верующие. Кому не обратись, все верующие. Сегодня вот пастор Сергей об этом говорил. Встреть на улице кого-то и скажи, да, я верующий. Вот. Все называют себя верующими. Но потрясение, это мое личное мнение, что потрясения приходят именно в те моменты, когда церковь начинает охладевать и становится теплой. И вот это вот мысли мои именно конкретно про церковь сегодняшнего дня. А церковь – это мы с вами, а значит про нас. Потому что мы стали немножко теплыми. Знаете, мы погрязли в своей рутине, в своих работах, в своих заботах, в своих каких-то планах, которые сами себе придумали и сами их для себя же осуществляем. А Бог как бы у нас, знаете, такой папа воскресного дня, который остался немножко в стороне. Но не забывайте, что он очень сильно о нас ревнует. Он очень сильно нас любит. И поэтому он любимый путями хочет возвратить нас к себе в сердце, чтобы мы были в его сердце, чтобы мы не просто назывались верующими. И второй момент, который меня как бы огорчает, это то, что, знаете, я вижу как пастор. Не знаю, у вас, наверное, в Англии такого нет, но у нас в Киеве, на Украине это есть. Верующие люди в большинстве случаев очень сильно срослись с грехом. То есть в церкви, знаете, стало нормой там покуривать кое-кому, выпивать, жить гражданским браком. Ну а что, ничего же не происходит. Ну приду, покаюсь. Ну что, Бог же, любовь. Вот. И так далее, и тому подобное. Подворовать где-то какие-то налоги там или так далее. Где-то обмануть, это не вопрос. Вот. И по этой простой причине, знаете, церковь стала просто свои функции отдавать. Она просто стала отдавать свои позиции врагу. И самое главное на войне, знаете что? Не отдать свои позиции. Когда начинается перелом, если военные действия, тогда на месте приобретают. Например, у меня отец просто был немножко военным. Ой, не немножко военным, он был военным. И я немножко изучал военное дело по одной простой причине. Потому что он мечтал, естественно, чтобы я был военным. Вот. И когда начинается перелом боя, когда одна из армий укрепляется, она получает стабильность, и она перестает наступление, и начинает сдавать со временем свои позиции. И тогда приходит в атаку другая армия, то есть идет перелом. И вот христиане позволяют вот этому перелому случиться в духовном мире, и мы только и защищаемся от атак врага, только разрушаем его атаки. Но послушайте, нам нужно наступать. Наш генерал, наш командующий, он намного сильнее того всего, что на нас наступает. Но мы просто настолько погрязли вот в мире, настолько погрязли в своем обеспечении, в своих рутинных делах, в своих вот этих вот, знаете, в своей стабильности, ища вот этой стабильности, то мы забыли о том, для чего мы помним вообще, как церковь призвана, какое поручение дал нам Бог. И поэтому, конечно же, у нас происходят какие-то потрясения. Конечно же, приходят какие-то катаклизмы. И так далее и тому подобное. И Иисус здесь говорит, что мы, тари и блудницы, вот именно вот это слово, вперед вас войдут в Царство Божие. И кому он это говорит, заметьте? Он говорит это религиозным лидерам. Он говорит это верующим людям. Он говорит это тем людям, которые ходили в синагогу и так далее. Что мы, тари и блудницы, те люди, которых вы презираете и называете грешниками, они вперед вас войдут в Царство Божие. Почему так, Господь? Я сегодня задал этот вопрос. Потому что мы утратили свои позиции. Грех в Церкви приобретает уже, знаете, такое, как бы место свое, ему как положено место какое-то. Потому что Церковь начинает с этим срастаться, смиряться и впускать это. Вот. У нас это происходит. Я это вижу просто. Что люди, знаете, заигрывают с грехом. Люди сживаются с этим, смиряются с этим, не противостоят. А вот так, и не дай Бог, там пастор что-то скажет. Люди разворачиваются, хлопают дверью и уходят. Потому что есть Церкви, где не скажут ничего, лишь бы ты приходил. А мне одна там так называемая, она себя пастором называет, девушка. Я не могу ее пастором назвать. Она девушка, да. Вот. Я ей говорю, а как ты можешь, вот к тебе пришли люди, ну, был такой конфликт там, знаете. Как ты можешь, пришли люди, которые в бунте ушли и отпали из-за своих грехов из одной церкви, перешли в другую церковь и пришли к вам. И ты даже не позвонила пастору, чтобы выяснить, что это за люди, как они пришли и почему они ушли из своей прежней церкви. И она мне сказала слова, которые меня просто порвали. Она мне говорит, какая мне разница. Ну, приходят люди к Богу. Главное, по полтиннику принесли, и то хорошо. Я просто, я замер. Я просто говорю, послушай, и эта девушка, бывшая зависимая, то есть эта девушка, которую я знал еще в миру, она тоже стала пастором. И я говорю, послушай, ты понимаешь, что за этих людей тебе придется отвечать. Эти люди обязательно пойдут в ад, если ничего не изменят. И ты будешь отвечать за то, что они в аду, из-за того, что ты вот так относишься, из-за твоих молитвов и всего остального. Но не об этом, да? Но это как бы есть сегодня в церкви. То есть люди воспринимают церковь не как святыню, а просто как какой-то метод, знаете, как какой-то приходят, приспосабливаются просто. Ну что, в церкви хорошо. В церкви, если ты кого-то обманешь, тебя не побьют. В церкви, если ты обворуешь, тебя тоже, ну, простят, возможно, ну, в худшем случае там могут сдать в полицию. То есть, понимаете? И таким образом, то есть, церковь – это любовь, вы обязаны меня любить. И вот эти манипуляции в церкви приводят к тому, что в церкви смиряются. Смиряются с другими правилами. Смиряются, и то есть происходит конфликт интересов. Понимаете? И я знаю, что некоторые пастора в наших церквях проповедуют не то, что Бог сказал, а то, что людям нужно слышать. Вот это вот сегодня проблема нашей церкви, и я думаю, что Бог сегодня создал такие обстоятельства, закрыл двери церкви, позволил этому случиться только лишь для того, по одной простой причине, чтобы христиане вспомнили, кто вы. Чтобы покаяние, дух покаяния сошел на нас. Мы все думаем, что Бог грешников пугает, допускает эти все коронавирусы и еще чего-то там, чтобы грешники испугались и покаялись. Но Иисус за них говорит, что они быстрее нас войдут, Царство Божие. Они быстрее нас туда попадут. Поэтому к нам сегодня это слово, это к нам сегодня эти обстоятельства. Естественно, не забывая о грешниках, проповедуя, но нам нужно измениться, нам нужно очиститься, нам нужно очистить себя, подготовить встречи с Богом. Мы же так этого ждем. И когда только начался этот карантин, знаете, многие испугались. И я также проводил онлайн-встречу в нашей церкви, так бы, по конференции такой же. Я говорю, что, испугались? Иисус грядет. Что, христиане? Что перепугались? Вы же так пели песни и ждали прихода мессии. В чем дело? Не напаковались еще? Знаете, я говорю, вы пакуетесь так, как будто бы вы здесь вечность хотите жить, провести. Но мы же здесь всего лишь туристы. Ну, 80, ну, 90, ну, 100, 120, больше сейчас не живут. Все. И домой. Опакуемся так, как будто бы, знаете, шатры раскидываем, раскидываем. Это тоже надо, но это прилагаемое, друзья. Я ни в коем случае не против обеспечения, не против стабильности, не против вот этого всего, то, что Бог нам дает. Но нам обязательно нужно знать, что у нас является приоритетом. И по этой причине, что приоритеты сместились сегодня в церкви, сегодня происходят такие вещи. И больше, мне кажется, это происходит для верующих людей. А потом уже для грешников. Потому что Иисус придет за своей церковью. И порочную церковь, неочищенную церковь, он не возьмет, он не придет. Он не готов прийти за такой церковью, потому что он сильно любит нас. Понимаете, в чем дело? Вот это мое личное откровение. Это как бы я никому это не навязываю, но я получил это. Я верю, что это для церкви. И я считаю, что мы, как Есфир, сегодня должны очиститься. Перед тем, как предстать, это Артаксерс, это наш Царь Иисус Христос, это прообраз того, как Есфир должна быть подготовлена перед тем, как предстать перед царем. Придет наш царь, царь, он грядет, и мы тело Христа, мы невеста его, мы церковь. И поэтому мы должны быть подготовлены, очищены, мы должны быть вышкалены. И мы должны вот такими предстать. Церковь должна вот такая предстать перед Богом. Не в своих делах, как вот те немудрые девы проспали где-то, потому что где-то были чем-то заняты какой-то ерундой. Ну вот как-то вот так. И последнее место, которое я хотел бы вам сказать, это Откровение 9 глава, два последних стиха, 20-21. Прочие же люди, которые не умерли, тут уже идет место Откровения, где уже действительно начались проблемы. Это коронавирус, значит, проблемы еще. Но если вы почитаете Откровение, вы увидите настоящие проблемы. И при вот этих уже страшных вещах и муках, вот что написано. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись, написано, в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам, золотым и серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. То есть, понимаете, насколько человек может срастись вот этим грехом, что никакие вот эти катаклизмы, язвы и вот эти вот всякие заразы, они не могут его как бы переубедить вот эту гордыню человечеству и упорство, в котором люди погибают. Потому что укажешь человеку на грех, гордыня, упорство разворачиваются, уходят, а Богу уже, ведь не самая проблема, что еще я понял, что не самая же проблема во грехе. Да, грех Бог ненавидит, да, грех убивает человека, да, грех ведет к смерти, но проблема же не в грехе. Поймите меня правильно, проблема в нераскаянном сердце. Почему? Потому что грешат христиане. Вы знаете, что я грешу? Я знаю, что вы все грешите, потому что так написано в Библии. Но проблема для Бога, грех не проблема, убрать грех. Проблема в сердце моем, потому что нераскаянное сердце сросся с этим грехом. Нравится мне этот грех, нравится вот это состояние. И проблема не в грехе, а проблема в нашем сердце. Потому что многие христиане сегодня не могут пойти на такую жертву, чтобы оставить грех и убрать этот грех из своего сердца. Вот в чем проблема. И даже под страхом смерти, вот здесь в откровениях люди все равно не раскаются. Поэтому вот что нам нужно сегодня. Дух покаяния, чтобы сошел на нас, на церкви, на христианство, на тех людей. И не важно, это православные, католики, протестанты. Это вообще сегодня не важно. Все погрязли вот в этой всей рутине, в религии. И нам нужны новые живые отношения с Богом, чтобы наши сердца вернулись и принадлежали Ему. Никакому греху, никаким вот этим вот делам религиозным. Но Богу. Вот это вот как бы то, что у меня сегодня родилось. То, с чем я проснулся. И потом я вот это слово как бы себе вот так вот, ну как бы получил такое откровение от Бога. И ношу сегодня целый день. И для меня это как бы, знаете, вот это послание как бы для церкви, я в своей церкви онлайн как бы записал и послал всем, говорю, ребята, нам нужно просто дух покаяния. Нам нужно просто, чтобы на нас Дух Святой так сошел, чтобы мы просто оставили все сейчас. Оставили все просто. И сейчас прекрасные условия для этого. Чтобы мы оставили все и занялись тем, чем мы должны заниматься. И не бойтесь, не бойтесь того, что Бог предлагает нам сегодня делать Его работу. Все остальное, абсолютно все, того, чего ищем мы сегодня, оно приложится. Мы просто заняты очень прилагаемым. А все то, что мы ищем и за что мы так платим цену и трудимся, так упорно работая, оно все прилагаемое, представляете? А искать нужно Царство Божие и правды Его. Вот за что мы должны платить жертву, а не за какие-то, знаете, там, где-то пропадать на работе, где-то пропадать в каких-то делах, постоянно в какой-то рутине, постоянно в каких-то заботах, постоянно. То есть это же и есть эти идолы. Хорошо, друзья, я хотел бы и вас послушать. Простите, я благословляю вас. И это моя молитва, это мое сердце сегодня. Это то, что я хотел с вами сегодня поделиться. Вот то, что на сердце моем сегодня. Можно было бы готовить какое-то слово, проповедь, там не вопрос, но я думаю, что это намного важнее, то, что я переживаю. Я просто открытый очень человек, вот, и я просто говорю то, что у меня, то, что думаю, то и говорю. Я не могу, знаете, как бы притворяться там или что-то, вот. Но я люблю, чтобы и со мной так говорили, чтобы все как бы прямо в лицо, как и есть, так и сказали. Вот, поэтому то, что Бог мне сказал сегодня прямо в лицо, я и вам говорю. Потому что вы мои братья, и я знаю, что Бог очень любит нас, братья и сестры. И Бог очень сильно нас любит и очень сильно о нас ревнует. И я верю, что это все допущено только ради того, чтобы вернуть нас. Но многие кричат, что это последнее время. Но я вам скажу, может, и последнее, но оно еще не самое последнее. Еще много жатвы, и еще много работы на земле есть. И это видно, знаете. То есть, если вы почитаете книгу Откровений и все остальное, то признаки самого последнего времени, они немножко другие. Поэтому еще есть время. Последнее время мы живем. И после того, как Иисус воскрес, это уже и пошло последнее время. Так что не переживайте. Все нормально. Еще поживем. Еще увидимся и встретимся. И послужим вместе. Аминь. Будьте благословенны. Спасибо, что вы меня выдержали, выслушали. Я не знаю, сколько у вас был лимит по времени. Наверное, я забрал все. Хорошее слово, хорошая мысль. Слава Богу за все. Слава Богу. Что у человека на сердце, особенно когда пастор говорит, естественно, это чувствуется. Это переживание. Я знаю, что в свое время пророки и апостолы, они тоже так же говорили, ревновали, чтобы люди, они исправлялись. Потому что на самом деле последнее время. А сколько нам еще суждено? Это знаете, как ученики спрашивали у Иисуса однажды. Говорят, не в это ли время ты устанавливаешь царство Израилю? А он говорит, не ваше время, ой, не ваше дело вообще знать времена и сроки. Ваше дело идите, проповедуйте, свидетельствуйте, все возможное делайте. Дело в том, что сегодня, да, есть проблема. Есть проблема в том, что люди на самом деле ждут и смотрят откровения. Когда же придет Антихрист? Это проблема сегодняшнего вообще поколения, наверное. И все ищут откровения, когда Антихрист придет. Друзья мои, вообще мы как верующий народ, да, мы должны ждать Иисуса Христа. Пришествия Иисуса Христа, а не пришествия Антихриста. Кто ждет пришествия Антихриста, тот дождется, дождется. И всегда проблема будет ему. Вот, своего царя ждут. Поэтому нам нужно ждать своего царя и нам делать нужно все возможное, как Иона проповедовал в Неневе, да, когда Бог отправлял его. Страшно было, но все равно он его до последнего, а ну-ка давай, 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 до последнего его. Вы знаете, вот, как Сережа прочитал уже вот в Откровении, я тоже открыл вот Откровение Иоанна, 22 глава, это самая последняя глава, да. И вот седьмой стих, что я прочитал, так, так, седьмой, наверное, да, нет, давайте, шестой, наверное, седьмой, да, вот. И сказал мне эти слова верны, так, верны и истинны, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. То есть в любом случае нам всегда приходит Откровение, нам всегда Господь покажет, что будет происходить вскоре. И то, что сейчас происходит, знаете, только начало возможно, но нам нельзя молчать. И вот он говорит, вот гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги вот этой. Да, аминь. Блажен тот, который соблюдает пророчества этой книги. Поэтому для нас, как те люди, которые ждут пришествия Иисуса Христа, нам, в принципе, надо всевозможное делать, чтобы исполнить слово, которое для нас сегодня написано и прописано для нас. Вот. И поэтому мы должны готовиться и также еще многих-многих спасти им, конечно же. Ну, что я не подкровение, а по свидетельству Сережи, просто прочитаю Писание, написанное Коэфесянам, 4 главой, 8 стих. Ой, 5 глава, 8 стих. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Опять же, да, то есть мы, как чадо света, то же самое, как мы сейчас прочитали, это блаженны те, которые исполняют заповеди, исполняют слова, которые прописаны в Библии. Если человек, не зная Библию, не читает его, как же он будет соединяться с Богом, как он вообще познает пришествие Господнее. Поэтому он всегда будет бояться. Дальше. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истины. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и не учайте. Ибо о том, что они делают, то есть люди, да, вот порой делают. И как Сережа говорил, что сегодня уже даже внедрили так, что уже свыклись и привыкли даже в церквях это. Ну, естественно, даже возьмите, сколько сегодня церквей, да, сколько динаминаций сегодня. И поэтому, ну, люди приходят в церковь, просто какой-то обряд совершают и все. А Писание говорит нам, ибо о том, что они делают тайно даже, стыдно вообще и говорить. Вот Сережа говорит, я знаю, что Сережа сказал, что, ну, некоторые, ну, например, там фразы, да. Но я знаю, что он еще многое умалчивает, что вообще происходит. Вот, и что вообще, ну, есть на самом деле. Чтобы не напугать людей. А? Чтобы не напугать. А, ну, чтобы не напугать, да. Поэтому и здесь апостол Павел тоже говорит. Стыдно и говорить. То есть люди, как были они раньше такими, они такие остаются в принципе. Но это не мы с вами должны быть. Поэтому сказано, встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Не так, ну, никак не разумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. И опять же, я вспоминаю как раз вот то, что Сергей сегодня сказал по поводу притчи. Вот, пять дев мудрых и пять неразумных, да. То есть есть же такие девы. Вот, и так написано. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые. Поэтому мы с вами должны поступать как мудрые, потому что мы должны понимать одно, что дни лукавые. И мы должны быть настолько разборчивы и видеть ситуацию вообще, что происходит в этом мире, и не соблазниться ни в чем, чтобы нам ничего не притащить. Вот знаете, вот правильно сегодня говорят, знаете, вот скажем так, но я не хочу сейчас вспоминать эту историю, но она для нас служит, конечно, большим примером. Это в Ветхом Завете, когда сыновья священника Аарона принесли чуждый огонь. Да, и вот то же самое притаскивают многие на сегодняшний день в церковь. Но, смотрите, что интересно могу сказать вам. Сейчас мы все дома, мы каждый находимся в доме. Но церковь – это не здание, церковь – это мы с вами, да? Это мы с вами. Вот кто из вас внесет какую-нибудь грязь в свое сердце или же в свой дом? Ну, в грязь, например, в дом. Ты же хочешь, чтобы в твоем доме было, дома все было, знаете, ну, красиво, чисто, опрятно. Вот то же самое и в духовной сфере жизни. Господь тоже смотрит на нас, чтобы мы поступали правильно. И ничего не допустили, потому что он не любит этого, он ревнитель, как сегодня пастор Сергей сказал, он ревнитель, и он ревнует о том, чтобы его дети не поступали, как вот этот вот мир поступает, о чем даже стыдно говорить. Поэтому мы умалчиваем, мы, может быть, не говорим так, знаете. Когда говоришь напрямую, то обижаются люди, тоже обижаются, знаете. Ну, а что же делаешь? Давайте лучше примем в свое сердце, например, скажем, обличение, но чтобы не судиться, да, как в Писании написано, апостол Павел говорит, чтобы не судиться нам однажды с этим миром, потому что мир будет судимый. А дети Божьи не должны прийти на суд. Мы не должны там находиться вообще, понимаете? Вот. Что еще добавлю? Так, уже к слову. Добавлю еще первое послание Петра, нам тоже вот вторая глава, и написано 6 стиха. «Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, все не камень, камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». То есть, если мы с вами верим в Иисуса Христа, то мы никогда с вами не постыдимся, и об этом нужно говорить и показывать людям, что нам нечего стыдиться. Некоторые стыдятся даже своей веры. Некоторые стыдятся, что я в церковь пошел. Некоторые стыдятся всего того, что сегодня нам говорят и проповедуют. Мы стыдимся. И вот именно что апостол Павел говорит, «К стыду вашему говорю, что вы не знаете Бога». Вот это вот самое страшное, что можно вообще услышать в свою сторону. Поэтому Господь знает, как сегодня обличать свой народ. Но Он тем самым не просто, знаете, обличает и выбрасывает нас. Нет, Он нас любит так. Поэтому Он хочет, чтобы мы с вами изменились и помогли. Постарая этим, в принципе, и занимаются. Итак, Он для вас, как верующих, драгоценность. То есть, для нас Христос – это драгоценность. Поэтому и давайте, как драгоценности, будем хранить, что мы имеем. А для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделал с огловой угла. Камень притыканий и камень соблазна. О которой они притыкаются, не покоряя слов. Деякия, слово не покоряются и не хотят покоряться. А бьют себя в грудь, что я верующий. Я, может быть, христианин. Я вот сходил там в церковь, там, может быть, свечку поставил. Ну, бьют себя в грудь, я верующий. Но на самом деле они не покоряются слову. Это очень сложно, это трудно. Не хотят покоряться слову. А почему? Знаете почему? Потому что они, знаете, что говорят? Вот, она очень толстая. Я ничего не понимаю, когда читаю. Все легко и просто, друзья мои. Начни просто читать, и Господь тебе будет открывать. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Никогда не народ, а ныне народ Божий. Никогда не помилованные, а ныне помилованные. Аминь. Аллилуйя. Поэтому я знаю, что и сегодня Господь тоже нас милует. И по ренности своей тоже нас предупреждает, говорит нам. Ну и в любом случае, как бы там ни было, хоть даже в карантине мы сидим, да, мы не имеем права молчать. Аминь. Вот скажите мне, Дину, раз закрыть там, что она закрыта, она все равно там проповедует, все равно свидетельствует. Нас не закрыли, мы все равно должны свидетельствовать. Аминь. Так, что ты, Сережа, за... Друзья мои, вы здесь, вы это, не это, кто-то завис, или я завис, или вы завис. Мы тебя здесь. Я завис, я не знаю, на чем я закончил у вас там, на чем я остановился. А ты сказал аминь. А, я сказал аминь, значит, все до конца слышно. Да, брат мой. А, ну, слава Богу тогда, значит, все нормально. Значит, аллилуйя, значит, все хорошо. Да, друзья мои, ну вот так вот, да, ну, слава Богу за слово. Что я хотел попросить, пастор Сергей, чтобы ты помолился за нас, благословил, но это еще не все, еще не конец. Я не желаю, чтобы это все так быстро заканчивалось, да, друзья мои, чтобы все участвовали, да, желание моего сердца, чтобы вы все-таки, ну, задали какой-то вопрос, ну, чтобы нам, у кого-то, может, вопросы есть. Поэтому давайте поучаствуем еще, возьмем, ну, сколько-то минут и поучаствуем. Ответы, вопросы. Я же знаю, что все любят ответы, все любят, не, не любят вопросы, ответы-то любят, но вопросы что-то как-то не особо хотят. Да, друзья, Зидонис, я знаю, у тебя всегда... Ты молча? Зидонис, ты слышишь нас? Или меня, вернее? Тебя не слышно? О, теперь слышно, Зидонис. Вот, слышно, да. Он включил сейчас только этот микрофон. У меня... Да, друзья. У меня есть вопрос, Сергей. Да, пастор, давайте сначала так, сначала, пастор Сергей, можешь помолиться, да, помолиться вот после слова этого, нас все-таки благословить, чтобы мы были под благословением все-таки, это слово, чтобы оно не улетучилось. Но, друзья мои, вы, я так понимаю, все поняли, да, о чем была сегодня речь, да? Да. В принципе, я понимаю, что если Господь положил пастор Сергею слово, допустим, для нас как обличение, мы в любом случае должны принять... Знаете, почему? Знаете, почему? А потому, что слово Боже говорит нам. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Хотите благодать? Хотим. Потому что это один человек только хочет. Мы совершенно согласны. Никто не хочет, что ли? Благодать. Аминь, 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 аминь. Аминь, аминь. Ну что, пастор Сергей, помолишься? Благословишь нас тоже? Да, да, да. Слышно, да? Аминь, да. Да, слышно. Я скажу, что это, знаете, обличение для настоящего сына или дочери, это елей на голову написано, то есть Божий елей. Аминь. Это прекрасно. Но это не для вас лично какое-то обличение. Во-первых, это было для меня, поэтому я поделился с вами. И первый, кому это сказал, это наша была церковь в Киеве. Но я считаю, что христианство, вот не просто церковь, а христианство, православные, католики, мы в том числе, и все христианство вот как бы вот в этой сегодня находятся в таком состоянии. Поэтому я думаю, вот для чего Господь, потому что да, Он нас не выбрасывает, Он нас любит очень сильно. И для того, чтобы вернуть нас домой, знаете, туда, где мы должны быть, вот Он и допускает такие обстоятельства, потрясения, для того, чтобы мы, любимые Его, вернулись, пришли. Потому что на самом деле у Него очень много чего для нас есть. Но мы побежали это искать сами, своими силами. А Он уже приготовил для нас все. Все подарки, все благословения у Него для нас есть. И все обетования в Нем, да и аминь. Но в Нем ли мы, или мы где-то бродим во внешних дворах, знаете, искать себе, чем бы мне заняться. Даже придумывая себе призвание сами. А, детское служение, это мне не нравится, мне другое надо. Я бизнесмен. Сейчас куда ни посмотри, куда ни пойти, все бизнесмены вдруг стали. Вот, поэтому, знаете, а служить в Божьих дворах, в Божьем присутствии некому. Вот, а потом приходим потоптаться в воскресенье. И Бог говорит, а кто вас приглашал топтать дворы мои? Вот, вот это вот просто христианство сегодня, мне кажется, вообще ко всем церквям. А что в православии, в католицизме, то это вообще на пальцах можно пересчитать те истинные церкви, которые остались. Ведь люди же просто до Пасхи, вот мы же в преддверии Пасхи, и я думаю, это слово именно символично сегодня. Люди же сейчас, в воскресенье, вот придут, у вас уже была Пасха, да, по-моему? Да. У нас будет в это. И люди придут молиться, ставить свечки, замаливать свои годовые грехи. Знаете, годовой отчет, давать Богу. Вот, поэтому вот такое, мне кажется, по этому слову выскочило такое, и Божье такое откровение пришло, именно вот в этот момент. Потому что у нас идут люди, бунтуют против того, что церкви закрыты, и все равно идут и в Печерскую лавру, и в православные храмы. Вот мы пойдем, и забор мы сломаем, и ворота не будет, и все такое. Но не в этом дело. Дело в том, что люди и добрые, а что вы целый год делали? Почему вы целый год не поклонялись, не ходили в церкви, и так далее? А нас-то вообще сектой называли, что мы, да? Каждое воскресенье мы ходим в церковь, и так далее. Вот это вот переплетение пошло. Мы не только говорим сегодня за нашей церкви. Думаю, сегодня Бог делает потрясение для всего христианства. Вот, чтобы мы влияли действительно на мир, были солью и светом, то, чем мы и должны быть. А не просто, знаете, религиозно как-то отбывать свое место. Угу. Футбольная страна, я сегодня слышал, там футбол. Англия – футбольная страна. И есть такое понятие, когда футболист на поле отбывает номер. То вот это ассоциируется сегодня с христианством. Знаете, христиане отбывают свое имя. Не соответствуют ему, а просто отбывают. Вот, поэтому нам нужно всем над этим задуматься. И пусть дух покаяния, вот, и вот этого огня и благодати сойдет на нас, чтобы мы вернулись в первую любовь. Аминь. Аминь. Я думаю, все с этим согласятся. Дорогой Господь Небесный Отец наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты нас любишь, за то, что Ты ревнуешь о нас. За то, что Ты просто отдал своего Сына, единородного нашего Царя, Царе Иисуса Христа, за то, чтобы мы не погибли, но сегодня имели жизнь вечную. Чтобы мы в Тебе возрастали и в Тебе мы имеем все, Господь. Дай нам это понимание откровения о сегодняшних днях. И, Господь, я также молю Тебя, чтобы на нас, как на церковь, сошел Твой огонь, сошел Твой дух, сошел вот этот вот дух покаяния, чтобы мы покаялись перед Тобой за то, что, может быть, мы ходили не всегда Твоими путями. Чтобы мы покаялись перед Тобой, Господь, и приняли вот эту первую любовь, может, которую мы утратили, Господь. Потому что одна из таких пунктов, которые Ты просил нас, чтобы мы вернулись к первой любви. Хорошие дела, хорошие, вроде бы, поступки, жертвы и так далее, но это не все. Потому что больше всего Ты ревнуешь о наших сердцах, больше всего Ты ревнуешь о своих детях, чтобы мы были с Тобой. Потому что каждый родитель, даже зимой, он хочет, чтобы его дети были рядом и были счастливы. Чтобы они не были где-то далеко, чтобы мы не скучали за ним. И точно так же написано, что если Вы, будучи злые, доброе даяние можете детям давать, то Бог больше, Он больше любит нас, Он больше любит наших детей, даже чем мы сами. И Он ревнует, чтобы мы сегодня были в Его сердце, чтобы мы были в Его плане, чтобы мы были в Его благословении, чтобы мы не сами ходили искать себе лучшие жизни, но понимали, наконец-то, что лучшая, самая лучшая жизнь – это во Христе, это в Нем, это в Его сердце, это в Его личных с Ним отношениях, это в Его любви. И во имя Иисуса Христа, Боже, дай нам вот эту благодать, сегодня вернуться к тем истинным ценностям, которые Ты вложил в нас при нашем сотворении. Во имя Иисуса Христа я благословляю церковь в Монтестере, я благословляю пастора Сергея, пастора Гато, я благословляю нашу церковь в Киеве, наш союз. Молю Господь, чтобы даже если мы останемся одни на этом белом свете, мы останемся искренними верующими для Тебя, Господь. Помоги нам в этом, дай нам благодать Твою, силу Твою, дай нам, кому нужно решение какое-то, от чего-то отказаться, пользу Господа во имя Иисуса Христа, и верни нас в той любви, в той жажде Господь по Тебе, в той жажде служить, в той жажде приобретать сердца для Господа во имя Иисуса Христа. Благослови нас, благослови наши дома, наши семьи, и пусть наши дети также будут благословены, наши родители. И если есть неспасенные родственники, за которых мы молимся, и просим Тебя, Господь, сойти Своим Духом Святым вверх и естественно, и приобрететь их людей для себя. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. 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 Сергей, ты с нами? Так, пасарь Сергей, ты с нами? Да, да, я с нами. А, окей. Вот у меня первый вопрос. Я так, вопрос первый сразу, чтобы другие подумали. Как ты думаешь, что мы должны сейчас, вот сидя в карантине, что церковь должна делать? Что мы должны делать? Ну, смотрите, наши планы на самом деле не поменялись. Мы должны делать то, что мы должны делать. Ну, вопрос о том, чтобы кто-то и не делал этого никогда. Но я скажу, что, конечно же, мы должны сейчас больше времени посвятить Господу. И это не просто слова. Действительно, это должно быть так. Понимаете, потому что я начинаю... Вот. Но сегодня, действительно, должна стать плоским. То есть мы должны начать... И поэтому мы должны благовествовать сегодня. Вот. Поэтому это самые первоочередные задачи. Отношение с Богом и отношение с людьми, благовестие. И как бы наше великое поручение, которое оставил нам Иисус. Вот. Ну, и, конечно же, если есть у кого-то сейчас работа, если кто-то не потерял, естественно, постараться обеспечивать свою семью. То есть, потому что я вижу там некоторые... Все, шеф, все пропало, мы умираем. Сейчас Антихрист придет. Вот пастор Сергей, прошу, сказал. Ну, а что вы ждете Антихриста, если мы вообще-то ждем Иисуса? Ну, и пусть себе идет мимо, а что Он нам сделает? Тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. И отец, кто побежден. Поэтому нам... Наша задача ясна. То есть у нас поручение не поменялось. То есть Бог планы Своих не поменялось. Аминь. Ну, я думаю, что так. Аминь. 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 Хорошо, друзья. У кого есть вопросы, пожалуйста? Ну, у меня есть один вопрос, если можно. Да. Вот вы, пастор Сергей, начали с того, что все знают, вот как вы говорили, люди знают своих любимых актеров, футболистов и все прочее об их жизни. Вот на данный момент как бы и мне самому интересно об Иисусе. Как бы я вернулся, да, потерянная овца, скажем так, с малых лет. И стараюсь как-то вот прийти к этому обратно, да. Ну, конечно, с помощью вот своего дяди, взведанный со всего молитвами и с его звонками и с нашим общением, слава Богу. Вопрос. Вот мы читаем в Бегли, да, есть написано именно, что до 13 лет егоной жизни мы что-то знаем об Иисусе, так как он ходил, сам уже чуть ли не проповедовал и не учил всех этих старцов. И вот какое-то время егоной жизни в Библии не написано. Где-то до 30, вот когда он вернулся, в 33 в Библии написано, что он крестился и он пошел, до него было, его на 40 дней он держал пост и после этого он начал проповедовать, да. То есть получается вот это вот время, так же, как и мы знаем о своих любимых, вот хотелось бы узнать, где или вот чем занимался сам Иисус в это время, с 13, вот скажем, или там 11 ему было, да, и до вот этого вот взрослого времени. То есть этого, этого не написано. Но он написано только, что он был в послушанию своих родителей, был послушанный даже у Бога. А это, что он был сын плотника. Что он был сын плотника. Не, ну это-то и так, что да, он был сын. Он помогал, наверное. Вот я вот читал, да, что и потом, вдруг после этого просто нету, что где бы он учился или, или, или... Брат, а как тебя зовут, брат? Александр. Александр. Саша, а что тебя смущает? Меня не смущает, мне наоборот интересно. Мне наоборот ничего не смущает. Это вот как, как вот пастор сказал, что каждый знает своих любимых там, там, сфотовитов, да, вот все о жизни там, где кто вот так же мне и хочется узнать, вот все равно, как бы вот эта маленькая часть Иисуса, да, вот нашего Бога, да, если мы его признаем, то его ная часть жизни абсолютно вычеркнута из всяких писаний. Нету нигде. Ну, по-моему, смотри, в Евангелии достаточно написано об Иисусе, ну, для того, чтобы просто знать его, для того, чтобы его рассматривать как кумира своей жизни, ну, как какого-то куполиста, да, мы сегодня сравнивали, или там, звезду Голливуда и так далее, то есть достаточно места в нем написано, чтобы это... Но, действительно, ты прав, там не написано ничего где-то с 12, там, до 30 лет, пока он не начал, не вошел, ну, не крестился, не вошел в свое служение. Но, как бы, у меня никогда такой вопрос, честно тебе скажу, даже не возникал, потому что я понимаю, что Иисус Христос – это Сын Божий, то есть это Бог, Бог три едины, Отец, Сын и Святой Дух. То есть часть Отца просто как Бог пришла на эту землю, да, Иисус был как на 100% Богом, так на 100% Богом пришел на эту землю, и мне достаточно того, чтобы, что Он был Бог, и поэтому, ну, не возникает никаких вопросов там или подозрений, или каких-то вещей, которые, как бы, ну, темная, знаешь, как темная глава в этой истории. То есть Он был Богом, я, естественно, уверен, верою своею, что все было в порядке в это время, Он занимался тем, чем он должен заниматься, вот, Его растили Его родители, я верю, что Он был классный юнош, да, ходил в храм, работал своими руками обязательно, вот, и все было в порядке. Вот, это, это, как бы, мое мнение, но, действительно, об этом ничего не так. Не, ну, это, может, где-то и есть записи, потому что я думаю, что, может быть, тот, кто ходил в Иерусалим, я не был в Иерусалиме, может, кто-то и был, и, может быть, там есть какие-то записи, потому что на сегодняшний день даже многим вот неверующим, или даже для некоторых верующих, может быть, это тоже интересно, и это такой фактор, который, ну, реально, вот для меня, вот, я начал опять все читать, потому что я был довольно молодым, когда я в церковь ходил первый раз, и это было в Истонии, вот, у меня было сколько-то, мне было 14 лет, я особо 14-летний, ну, что можешь принять? Ты так немножко понимаешь, как уже, когда ты повзрослел чуть-чуть, и поэтому, ну, конечно, есть вопросы, и есть интерес не то, чтобы усомниться, а то, чтобы просто познать, вот именно вот это же все-таки наша вера состоит в том, что мы сегодня читаем, а Библия – это наша история, и это наша правда о том, чтобы давать ее дальше, вот даже вот, скажем, если кто-то и задаст вопрос, то хочется быть полностью вооруженным на каждый вопрос, чтобы у тебя был каждый ответ. Если, скажем, вот на сегодняшний день у меня нужно, вот, как вы говорите, вот, Сергей, да, что вы в жизни были наркоманом, да, у меня на сегодняшний день у брата такая проблема, да, нужно его вытаскивать, нужно вооружиться именно таким, знаете, хорошим оружием, чтобы на каждый ионный вопрос был ему реальный ответ. Поэтому, конечно, я хочу сам укрепиться и уже идти в том плане, чтобы его тоже вытаскивать. Стас, дорогой, позволь тебе дать один совет. Вот, если, смотри, тебе нужно пережить просто по-новому встречу с Богом. И когда ты переживешь вот эту встречу, когда ты реально вот переживешь Бога, да, и брату твоему, и тебе, как бы, да, тебе не нужно будет ничего доказывать, ни на какие вопросы. Пока человек не переживет Бога, поверь, если захотят тебе загонять какими-то вопросами, тебя там загоняют. По одной простой причине, потому что им Бог на самом деле не нужен. Вот. Но когда человек переживает Бога, ему не нужно никакие вот эти вот, знаешь, мне абсолютно все равно сказано там что-то или не сказано и так далее. Можно копаться, конечно же, можно искать вот этих всяких причин, всяких мест преткновения, всяких несоответствий. И ты найдешь их много. Потому что, знаешь, верующие люди, церковь, она состоит из больных людей. То есть люди в церковь приходят не от хорошей вообще-то жизни. Вот. Не потому что в жизни у меня было все хорошо и все так у меня было чикало и брякало, знаешь, по жизни так все. Классно складываешься. Единственное, чего мне в жизни не хватало, так это еще в церковь припереться, да? Нет, в церковь приходят больные, побитые люди. И, к сожалению, да, они притаскивают с собой весь вот этот груз. Вот. И когда человек переживает Бога сверхъестественно, таким, какой Бог и является, он сверхъестественен. Знаешь, если бы нам Бог делал вещи возможные, то есть возможные и невозможные, знаешь, вот если бы Бог сделал какие-то для нас вещи возможные, то, ну, какой он для нас был бы тогда Бог? Вот Бог, он обитает в сфере невозможного. И когда с человеком происходят невозможные вещи, о, вот это уже пахнет Богом, знаешь. Вот, поэтому твоему брату, тебе, я верю тоже, вот тебе нужна вот новая встреча, новое переживание Бога, когда у тебя не останется никаких вопросов, ты внутренне будешь иметь откровение и веру. И ты внутренне будешь понимать, что произошло в Евангелии, у тебя внутренне будет Евангелие, понимаешь? И брату твоему надо то же самое. Он будет задавать вопросы до тех пор, пока, знаешь, пока, ну, как бы, тебя, ну, не унизит, что ли, этим, что у тебя нет ответа, знаешь, какого-то. Но вот эта личная встреча с Богом, личное переживание, оно сильнее, оно будет давать тебе власть. Он в твоем присутствии даже не будет задавать этих вопросов, потому что от тебя будет исходить Божья сила. И сила вот этого откровения, сила вот этого Божьего переживания, он просто оцепенеет в твоем присутствии, когда ты будешь носителем Божьего присутствия. И тебе не надо будет ему доказывать, что Иисус делал с 12 до 30. Это, ну, как бы, вот, ну, я думаю так, потому что я так переживаю, я так чувствую. Это мое мнение. Ну, постараюсь еще что-то подсказать. Аминь. Я просто вспомнила, где-то у Иоанна написано, что многое и другое сделал Христос. Но если бы писать о них подробно, то там дальше написано, что всех книг бы не вместить было в мире. То есть, вот, в Иоанне есть такое, по-моему, где-то писание. Да, да. Ну, дело в том, что, если попроще, значит, это 12 лет. Мы знаем, что он 12 лет вышел и говорил со служителями Израиля. Да, и они удивлялись. Удивлялись тому, что... То есть, то, что Бог прописал в его сердце и в его разуме, это было непонятно человеку, да. Но дело в том, что не пришло еще время. Он сам даже об этом говорил, когда даже, ну, когда пошли его родственники, пошли на брачный этот самый пир, да. Он сказал, мое время еще не пришло, то есть не настало. Но все равно он потом появился. То есть, и Сталич стал уже совершать чудеса. То есть, пошло начало. Но начало самого пошло от того, когда получил человек... Ну, то есть, Иисус пришел к Иоанну Крестителю и получил крещение. В принципе, ну, остальное время... Остальное время он всегда был при людях. То есть, он был в послушании у своих родителей. Ходил и исполнял весь закон. Все вот эти традиции, обряды он должен был это совершить. То есть, он должен был показать, что он... Он решил не все. Да, ну, то есть, да, да. Он все исполнил. То есть, он ничего не нарушил. Он даже весь закон исполнил. Он ничего не нарушил. То есть, мы видим, что он был в послушании. Он даже говорит, идет князь мира и во мне не имеет ничего. Да, 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 точно. Поэтому... А насчет еще... Зависимого. Саш, для того, чтобы ты помог ему... Вот, потому что для меня, для зависимого человека, я тебе скажу, что было важно. Для меня было важно состояние тех людей, которые мне проповедовали. То есть, понимаешь, если ты будешь на его волну переключаться, вот эти вопросы, ответы, вопросы, ответы, и попытаешься ему доказать, ну, Бога доказывать не надо. Он должен увидеть в тебе Бога. И тогда тебе, знаешь, бывает, что будет плохо. Перестать полностью давить. У нас бытовой вопрос, можно, да? Да, да, конечно, Дина, пожалуйста. У моей гости бытовой вопрос. По жизни. У Алены? Да, Ален, давай. Я сейчас сижу, думаю, как его сформулировать. И ладно, это получится. У меня... У нас два Сергея. У нас два Сергея, обои даты только шоссы. У нас с Украины, который. Так, с Украины. На сегодняшний день у меня такая ситуация жизненная. Вот тут то, что Сергей председа рассказывал, вообще про молодость, как было, что было и так далее. Ну, вот картина моего супруга. На сегодняшний день он как опять сорвался, то есть колется. Я стараюсь бороться с этим. вот уже четыре с половиной года. Но все настолько вот сложно, трудно. Ну, как, я не знаю. На сегодняшний день у меня просто уже руки опускаются. Позавчера я сбежала в гостинику. Вот, мы познакомились с Дианой. Да. Можно ли? Второй день я здесь. Я просто уже не понимаю, что, что, как мне, что мне сделать, как мне помочь человеку, как мне наставить его вот на этот какой-то путь, чтобы выдернуть его из этого болота, из этого вот алкоголя и наркотика. Да, Серёжа, твоя тема. Да, да. Изначально, когда я познакомилась с ним, я об этом, обо всем знала. То есть, досотно она пошла на это все, знала, что за человек, что он на себя представляет, какие у него проблемы и зависимости. Ну, вот, как такое любовь спасет мир. Ну, вот этим я жила все время. Ну, вот я вижу, что человек сам должен захотеть, но пока он сам не захочет поменять свою жизнь, никто ему и ничто не может помочь. Вот как его как сподвигнуть на это или что? Да, он должен увидеть какое-то сравнение. А как зовут вас? Алёна. Алёна? Алёна, а вы в церковь ходите? В церковь хожу, только если вспоминальные дни, какие-то даты поставить свечку. Ага. Ну, смотрите, на самом деле вы ничего не сделаете. Вы ничем ему не поможете. Вот поверьте мне. Ничем вы ему не поможете по одной простой причине, потому что у вас нет этой силы для того, чтобы ему помочь. Потому что наркомания – это духовное заболевание. Духовное и душевное, как бы, ну, и перетекающее в физическое. И то, что вы видите физически, это всего лишь, ну, не так страшно, то, что происходит с человеком внутри, с наркоманом, вот, который, я же говорил сегодня, да, это те люди, которые наркотику продали все. Как вот душу дьяволу люди продают, знаете, то он раб наркотикам. То есть, он раб, он раб этого греха, он раб вот этого, поэтому вы не сделаете ничего. И если вы будете там доказывать что-то, и пытаться его направить на, на правильный путь, вы только делаете хуже. Вот. Какой я дам совет? Естественно, каждая ситуация – это, ну, личная, ну, как сказать, это нужно лично рассматривать, индивидуально рассматривать, ну, ситуацию. Но, то, что работает, это точно, это, если вы сами, вот, пойдете в церковь, начнете ходить в церковь, ну, вы уже, вот, попали в церковь, я верю, что это план Божий, через его проблему, вот, просто семью спасти. Вот. Ходить в церковь и познать живого Бога, стать членом церкви, ну, принять водное крещение, начать читать Библию, и в Библии очень много мест, когда люди были одержимы грехом, и Бог на сверхъестественном уровне их освобождал. И, если вы хотите ему помочь, то есть в Библии место такое, найдите и просто его заучите наизусть, и просто исповедуйте это слово, что неверующий муж освящается верующей женой. И, если вы будете верующей, станете, то ваш муж станет святым. Да, он увидит сравнение. Свет в доме появится. Вы его просто осветите своей верой, и он станет святым. Но вы должны в это поверить, должны начать это делать, чтобы это не выглядело вам, знаете, как сказка. Я очень практический человек, и я не буду вам говорить о том, что, а вот, давайте, а что-то попробуем, там, вот эти, размазню делать. я конкретно вам говорю действия, которые на моих глазах получалось тысячу раз. Вот, около пяти тысяч ребят прошло через наши центры за пятнадцать лет. И я видел многие вещи. Я видел ноу-хау, я видел лечение, я видел заговоры, и все, и чего я только не видел. Так как освобождает Святой Дух и Любовь Божия, такого я не видел никто. Это никто не смог повторить. Поэтому, если вы будете ходить в церковь и станете человеком праведным, то есть членом церкви, то неверующий муж осветится верующей женой, потому что та говорит слово Божье, и все. Оно, да и аминь, его нельзя переделать, или усомниться в нем. Оно сработает. И вот это место вам нужно исповедовать и говорить вслух постоянно. И второй момент, второе место, которое вы должны всегда помнить и исповедовать, говорить, то есть исповедовать, это значит говорить, повторять это постоянно в своей жизни. Спасешься ты, и спасется весь твой дом. Спасешься ты, и спасешься весь твой дом. Спасешься ты, и спасешься весь твой дом. Вот это то, что два места вот этих должны быть у вас на устах, и вы должны быть постоянно в церкви. Все, и вы увидите, не пройдет и года, вы увидите результат. Это откровенное слово. Не пройдет и год, а увидите результат. Потому что я знаю, как Бог это делает. Я видел это. Как, Алена, ответ? Да, вполне. Я так и думаю в этом направлении. Просто лишний раз, когда слышали, что были в Польше в себе правильности, как мысли у нас просто как у людей бывает такой момент. Мы всегда надеемся, знаете, на какие-то силы, как и пастор Сергей говорил, какие-то там ноу-хау, где-то может быть в этот раз получится, в тот раз получится. Знаете, у меня такая ситуация была. Я вроде бы сам не употреблял таких тяжелых наркотиков, но с наркоманией был знаком где-то с 89-го года. Мне тогда было 17 лет. И один из самых близких моих родственников, он стал наркоманом где-то больше, наверное, 15 лет. И я куда только его только не возил. И забирал его с 90-х годов. В каких только клиниках там не происходило все это. как бы хлебнули очень много вот всего этого. Но вот есть только одно, что человека, как вот и пастор Сергей говорил, когда человек, он встречается с Богом, он видит, что не просто какие-то мирские такие решения вот этих вопросов, а именно встречается с Богом, именно встречается с тем, что есть Бог, который может эту ситуацию как-то, ну, решить видоизменить. И когда это он уже с этим встречается, а пока вот есть какие-то человеческие возможности, какие-то человеческие такие, то человек, он пытается вот все-таки как-то, мы так устроены за какие-то человеческие держаться. Я помню, вот мы тоже со своим родственником, очень близким, и отправляли его и туда, и отправляли туда, и закрывали его там, и туда, и куда только не ездил, и собирал, и отвозил. Ну, ничего не помогало. Вроде да, он понимает, что плохо, вроде да, надо измениться, но вот, как Сергей говорит, это проблема, поэтому один путь, это только, только вот, только Иисус может. Кто познал истину, тот освободился от греха и стал абсолютно плохо. Ну, вы еще, вот, не забывайте о том, что мы всегда пытаемся изменить наркомана. Да, да, да. На самом деле, меняться надо самому. Аминь, да, совершенно. Вот проблема у меня все время с родителями, с женами наркоманов, вот, с родственниками наркоманов. Они приходят и говорят, сделайте что-то с ним. Я говорю, нет, вы сделайте что-то с собой. И он, увидя вас, начинает меняться с... Ну, то есть, понимаете, с чего он начинает? Не всегда так бывает, что вот, вот, например, как у меня было. Я первый попал в цель. Вот, я попал первый. У меня было так. Ну, не всегда так получается, что он послушался и пошел. Да, я искал уже выхода. Я понимал, что я так не могу больше. Я или покончу с тобой, или что-то должно случиться. Я это понимал. Но у многих это происходит не так. Но родители и жены, и дети там, зависимых людей. Вот, вот, ему надо измениться. Вот, это ему надо. Вот, ему надо, а мне не надо. Но на самом деле, надо меняться всем. И если уже он не воспринимает и не меняется, то это первый сигнал тому, что измениться нужно тебе. Нужно тебе прийти в церковь, познать Бога, и вот, говорят, знаете, ну, я вот пойду на все, чтобы его вытащить. Да на все не надо идти. Иди к Богу. Иди просто вымаливай его. Иди просто вот этой любовью Иисуса Христа его и приобретай. Вот и все. Молись за него. И ты увидишь силу молитвы. Ты увидишь силу Божью. Ты увидишь сразу же сверхъестественные вещи. Вот, и когда он придет в церковь, тебе не надо будет доказывать, как работает Бог, что он делает. Ты будешь понимать, это чудо. Это чудо. Я вам говорю, что одно из чудес, которое делает Бог, это освобождение наркомана. Это величайшее чудо. Я вам точно говорю, до церкви я был на 200 тысяч процентов уверен, что наркомана освободить невозможно. Не знаю, ну, если бы мозг вырезали мне и другой пришили, наверное, я все-таки все равно бы вспомнил. Каким-то пальцем или еще каким-то там спинным мозгом. Это такая одержимость. Это такое зло сатаны, что это не передать просто. Знаете, бывает, очень часто спрашивают, ну, а как там, как это, наркотики, как это. Это невозможно передать. Это никогда не опишешь. И это зло, которое содержится в этом наркотике, и одержимость самого сатаны, вот эта кровь сатаны, наверное, может, так я назову. Вот, это просто очень сильное одержимое зло, которое человек вводит в себя. И если вы начнете с этим сражаться какими-то земными методами, вы проиграете. Только Бог. Написано, что и истину познают, и истину сделают свободными. Свободными. Миня, 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 миня. Только истина, только Бог может эту сделать невидимую операцию и следать свою. Вот, Сергей, вернувшись к вашему разговору про реабилитационный центр, ну, выходили, наверное, этого у вас там в Украине был, наверное, какой-то христианский реабилитационный центр. А, это именно христианский. Да, только христианский. Потому что я был 12 раз на реабилитационных центрах, которые лечили медикаментами. 12 раз. Это, во-первых, по деньгам очень затратное мероприятие. Вот. И оно бесполезное. Но, Сереж, ну ты сейчас... Меня хватало максимума на 3 дня. Вот это был максимальный срок после реабилитационного центра, когда я приходил домой. 3 дня. Не потому, что у меня были ломки. Меня излечивали полностью. Я просто был одержим. Вы понимаете разницу? Когда человек болен, да, и вылечивают, то все, он ничего не болит. Все, ничего. То есть я приходил домой абсолютно здоровым человеком. Все. Мне не нужны были наркотики на физическом уровне. Но я был этим одержим. То есть злой дух нечистый находился во мне, который нужно было кормить этим наркотиком. Но он мне не давал покоя. У меня постоянные были мысли покончить с собой. Но что без наркотика дальше моя жизнь не имела никакого смысла. А это Георгий, брат? Да. Это Георгий. Да, да, да. Я тоже знаю, брат. Он сидит и молчит. Я потом смотрю маленький... Я слушаю, очень все интересно, познавательно слушаю, да. Это же Георгий, наш человек. Да, да, да. Добрый вечер, брат Сергей. Как твои дела? Как твоя семья? Да, долгая история. Но, в общем, неплохо на данный момент. Неплохо. Слава и Свою. Да, да. Так что вот такая вот история. Сереж, ну ты же не сказал сам, что ты сам содержишь два центра, два реабилитационных центра, да? Да, три. Один женский, два мужских. Вот, и паспорт готовил у меня, гостя. Будешь не спрашивать. Вот. Потому что я тогда, как я вот сказал в своем свидетельстве, когда я получил вот такую свободу, сверхъестественно от Бога, от вот этой одержимости, о которой я сейчас говорю, у меня не было просто даже никаких вариантов. Я Богу сказал, я до конца своих дней буду служить таким ребятам. Ну, что мы, в принципе, и делаем. Вот. И у нас два больших центра, вот, два мужских и один женский. И мы занимаемся этим. Мы будем заниматься, сколько дыхания у меня будет, и столько буду заниматься. Потому что я понимаю, что вот эта проблема решается только с Богом. Только Бог может помочь людям. Ну, и реабилитационные центры в Киеве, да? Ну, за Киевом. Один центр в Черкассах, это центр Украины. Есть такой город Черкассы. Это откуда-то Георгия, да? А второй у нас есть за Киевом, в Киевской области. А в Эстонии должен. И в Эстонии тоже есть в центре реабилитации. Да, да, в Эстонии есть. Мы оставили после себя след. Молодцы. В городе Ихве есть, да. В Ихве, да? Да, функционирует центр в Эстонии, да. Просто Эстония там... Ну, там их несколько. Несколько, да. Я еще в девятнадцатых годах там посещал. И там первый это был там этого Яна. Да, он так и есть. Он и сейчас есть. Ну, и сейчас есть. Ну, да, он есть. Я знаю, Яна. Он начал, начал. У него и второй центр есть, да, где Сережа Товашов. Товашов, мы дружим. Ну, это только то, что у нас есть. И в Латвии тоже. В Латвии тоже есть центр. Если вы с Латвии, да, вот... Они... Ян, в Латвии, да, живут? А? Да. Ну что? Да, мы нашли два центра. Мы просто думаем, как подойти, с какой стороны. В общем, может, ну, она покаялась. Духом святым ее крестить. И сразу его в репцентр. Он же должен захотеть. Значит, ей нужно самой сначала меняться. Ну, это надо, скорее всего, учить в церковь туда сходить. И набрание. И там, может быть, поговорить уже с теми ребятами, кто это дело делает. Там поговорить, да. На самом деле... Ну, сейчас по-каку все онлайн, вот так вот. Онлайн. Ну, у меня уже приятельница там есть. И мы это дело на самотек не пустим, да. Ну, и ей уже все... На самом деле, при таких центрах обязательно должна быть группа созависимых родственников. Там, где родители таких ребят, мамы, жены. Вот с ними нужно подружиться, с верующими такими, которые в церкви. У них были дети зависимые или мужья зависимые. И они подскажут, они возьмут и помогут обязательно. Если он даже сам пока не хочет идти, то с ними начать хотя бы молиться за него и ходить самой. А он подтянется. Аминь. Аминь. Это так тоже для информации скажу. В Лондоне тоже есть мужской. Вот мы ездили. Там литовская церковь и мужской очень-очень хороший тоже революционный центр. Это так для информации, если может кому-то... Ну, на самом деле, их очень много, они везде, в принципе, есть. Их найти несложно. Главное христианство. В любую церковь можно обратиться, и в любой церкви пастор в любом случае, в любой стране знает христианский реабилитационный центр по-любому. Аминь. Если даже при церкви нету, то он знает, в какой церкви есть. Сейчас это не проблема. Вот эти слова нам понравились. Ну что? Для Иисуса ничего не проблема. Отлично. Спасибо. Ну да, в этом-то и уверенность. Хорошо, друзья, у нас, в принципе, время уже все подошло к концу. Время уже за пределы перешло. Но если у кого-то есть еще вопросы, давайте задавайте. Пока вот Сергей здесь еще, я так понимаю, или убежал уже. Да-да, я здесь. Сереж, здесь еще. Хорошо, друзья, у кого есть вопросы? Спасибо. У Монгола вопросы есть? Нету, думаю. А, думаете. Брат Георгий. Не жертвовать, я думаю, у нас деньги есть, а людям жертвовать. А? Людям жертвовать, деньги мы думаем. Тут другой вопрос. А, ну это нет, это она к вопросу тому, что церковь может сегодня делать. Ну, мы, в принципе, да, вот это вот нужно делать. Ну, конечно, тоже. А пожертвование никто не отменял, друзья мои. Пожертвование не отменялось. Ладно, тогда по поводу пожертвования и все. Окей? А? Говорю, тогда по поводу пожертвований скажу и все, и будем заканчивать, окей? Давай, хорошо, хорошо. Значит так, я говорю по поводу пожертвований сейчас такое слово. Вот то, что населили, вот то в кризис сейчас и пожинаете. Вот кто-то звонит там из церкви и говорит, ой, пастор, денег нету, это. Я говорю, а как обстоят дела с пожертвованием, десятиной? Ой, ну вы знаете, ну как бы вот. Я говорю, как за последний год было? Честно говоря, не было. Я говорю, так вот, чего насеяли, то и пожинаем. Конечно, мы выделим помощь церкви, продуктовый там паек и так далее. Но пусть это будет вам уроком. Вот, братья, то, что насеяли, то будете и пожинать. Это финансов касается тоже. Поэтому вот такое простое слово. Не, не, все правильно, да. Но сейчас многие без работы сидят, поэтому видишь, как... Поэтому не знаю. А как раз в скудости и проверяется. О, да, в скудости, да. Так что, друзья мои, в скудости будем учиться. Ну, прожидование я не отменял все равно, видите. Где Руслан у нас? Он сейчас скажет вам. Последний лептик, но соберем. Не, слава богу, да, все равно, как написано, да. Ну, особенно сейчас время такое настало, что помогать, особенно своим поверьям. В частности, это ведь не важно. Вот, поэтому, да, помогать надо. Пожидование никто не отменял. И, в общем-то, это мы и делаем, соблюдаем. Вот, друзья. Так что, ну, да, правильно, пасыр Сергей тоже сказал так, что кто... Чего посеял, то и пожинает. Что человек сеет, то и пожинает. Нет, ну, я верю, что у нас все хорошо. Хорошо, у нас все хорошо. Слава богу. Слава богу. Это все равно хорошая, веселая нота. Да. Никто никого не расстраивает и так далее. Ну, что, друзья мои, у кого-то, может быть, есть какие-то нужды, переживания, давайте мы помолимся тоже. Пастор зато помолится, да, благословит нас. Вот сестра Яна, да. Да, я, пожалуйста, прошу дальше продолжать. Вот, Севолода, который вот, затруднение с легкими, что-то там было. Пока доктор выписал антибиотики, но спасибо вот за молитву. Вот Виктория, жена его сказала. Я вот чувствую просто вот, паника начинает подходить, и она стоп и блокируется. То есть, Господь так хранит сердце, это слава богу, просто, что у нее вот паники нет, это у моей дочери старшей. Да, ее муж Севолоду 40 лет, вот. Он сейчас просто антибиотики, но я знаю все в руках Божьих. И дальше еще за экзамены, вот у Николь будут экзамены, вот они по онлайну будут сдавать экзамены. Она от Бизнеса, Банкина, они все-таки будут, университет. И надо, пожалуйста, вот молитвенная поддержка, потому что, чтобы Бог благословил, успешно сдать. И племянника моего Ричарда, и за всех детей, вот, которые вот наши будут сдавать экзамены. За каждого мальчика, за девочек. Аминь, 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 аминь. Пусть Бог поможет каждому, потому что мы стоим в проломе за детей, благословляем, чтобы они сдали на хорошо и отлично. Вот я молю такое все. Аминь, аминь. Богданка моя тоже сдала курсовую, сейчас ждет ответ, что там, так что это очень важно. Мы молимся с семьей постоянно за это, и всегда прошу молиться за студентов наших, потому что они как бы уже взрослые, они делают первые шаги в жизни. И это наша замена. Да. Это важно. Мы боремся обязательно за студентов, за тех, кто экзамены сдает, кто будет сдавать. Так что, слава Богу. Алло. Ну, тогда общую молитву и молимся, да. Мы знаем нашу нужду у кого-то, может быть, за исцеление родных и близких, за спасение, как уже было говорилось. Может быть, кто-то отошел из наших родных и близких, чтобы вернулись там, ну, за детей, да. Кто, может быть, отошел. Ну, мы все это все знаем, да. Помолимся, благословим. И также помолимся, благословим Сергея, там, служение в Украине, в Киеве. Мне даже словами не передать, как вот, ну, как хорошая церковь, хорошее служение, гостеприимные. Мне очень там понравилось. Ну, супер! Шикарное место. Вот, знаете, я могу так сказать, вот, Украина шикарное место, шикарное. Большой труд, большой труд делают, особенно, когда вот с ребятами, которые трудят. Я помню, мы там были в женском, ну, тоже там как раз одну девочку привозили, хотели ее как бы сдать. Она там из машины вылезла вся такая, в наркотической зависимости. Так вот смотришь на таких людей, потом на родителей. Жалко им. Те, которых употребляют, жалко родителей, с которыми живут в этом кошмаре долгие годы и не знают, что делать. Но слава Богу, что когда Бог приходит, и бац, как свет, как ответ. Поэтому дай Бог. И тогда помолимся вот за тоже ту девушку, да, которая вот нам говорила, вот это, что переживание, переживание, чтобы Бог дал мудрость и все устроил, и чтобы дела дьявола были так же разрушены. И Бог показал свет и освободил вот мужа от этой зависимости. Аминь. За Сашу тоже, это от брата Радик помолится, тоже за зависимость. Ага, хорошо. А вот я хотел... И за Лену с Радиком, пожалуйста. Лена вернула Бог к себе, а Радика привел к покаянию. Окей, помолимся. За сын и вселение. Да, да, хорошо. Вот я просто услышал, что Дина сказала про Алену. Алена решила все-таки покаяться или как? Вот она что, она думает? Скажи, ты будешь каяться. Всегда каюсь. Да, можете молиться. Такой истерный пастор. Покаяние можем даже сейчас тебе прочесть. Ну тогда, если она, ну, готова сейчас помолиться этой молитвой, то я думаю, вот, пусть пастор Сергей из Украины, может быть, он совершил эту молитву, как уже вот ведущий все это собрание, спрятание. Да, кстати. А мы тогда уже в конце за нужду помолимся. Окей? Да. Да, удав. Все, тогда супер. Не-не, пастор Сергей, он слышит? Да, да, да. Он не услышал. Еще раз, да то повтори. Я услышал, что молитву покаяния, да? Да, да, да. Там помолиться этой женщиной тогда хорошо. Я просто, я просто, я спросил же, но вроде бы, вот, сестра сказала, что она покаялась, поэтому я и оставил. Ну, покаялась так, ну, как бы, это не было так прям официально и так, чтобы в сердце. Просто я подала карточку с церкви с молитвой покаяния, она тихонько прочитала, закрыв глаза, я боялась ее спугнуть. Она совсем не молодая. Отлично, это самое интересное покаяние, это самое, когда в утреннее, когда с переживанием таким. Ну, в любом случае написано, что сердцем веру и устами исповедует, вот, поэтому, что такое молитва покаяния? Я буквально два слова скажу. Молитва покаяния, это наша молитва примирения с Господом. Ну, кто-то говорит, ну, а я с ним и не ругался. Что мне с ним мирить, я с ним не ругался. На самом деле, мы люди грешные, и мы рождаем это уже в греховной природе своей человеческой. И мы живем, проживаем какую-то жизнь, и, конечно же, согрешаем, и молитва покаяния не какой-то акт или обряд религиозный. Это молитва покаяния, это состояние сердца, когда человек приобретает новое сердце и вычеркивает все старое, кается в своих грехах и начинает жить с чистого листа. И Господь говорит, что таких людей грехи он выбрасывает за спину, вот так, и написано, больше не помяну. И даже если будут багряные, да, даже если будут самые грязные твои одежды, убелю, как снег, сделаю чистым. Вот, поэтому молитва покаяния необходима для того, чтобы обновлять и очищать свою душу. Вообще-то молитву покаяния неплохо произносить каждый день, даже верующим людям, потому что мы все согрешаем, мы все несовершенные люди. Кто-то делом, кто-то словом, кто-то мыслью. Вот, поэтому молитву покаяния, и вы ее как бы запомните, почитаете, и своими словами можете просто каждый день, просите Бога прощения за то, что, может быть, сделал что-то не так, за то, что, может быть, где-то ошибки допустил. И если это будет искренне, то Бог будет это все очищать и аннулировать. Но сейчас давайте мы с вами все вместе поддержим сестру уже новообращенную покаяния, закроем свои глаза и просто повторим эту молитву вместе. Повторяйте, пожалуйста, за мной. Скажите, дорогой Небесный Отец. Дорогой Небесный Отец. Говорит сестра там с нами, да? Она шепотом стесняется. А, ну все, все. Главное, что говорится. Дорогой Небесный Отец, я обращаюсь к Тебе в этой молитве. Я обращаюсь к Тебе в этой молитве. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь. Я прошу Тебя, Господь. Прости мне все мои грехи. Прости мне все мои злые дела. Я каюсь перед Тобой. За то, что я совершил или совершала не так. За то, что я ходил или ходила не Твоими путями. Я прошу Тебя, Господь, очисти меня. Мой меня Твоей святой кровью. И помоги мне начать мою жизнь заново. С чистого листа. Я отдаю свою жизнь Твоей руки. И прошу Тебя, Господь. Стань моим Господом. Стань моим Спасителем. Очисти мою жизнь. И пусть моя жизнь отныне принадлежит Тебе. И я молился или молилась во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Сына, мы тебя приветствуем в семье Божьей. С этого момента ты дитя Божье. Ну, ты и была дитя Божье, но сейчас ты просто вернулась в семью. Аминь. Аминь. Слава Богу. Спасибо, Пантер Сергей, за служение, за молитву. Слава Богу. Ну, тогда помолимся за нужду, да? Да. Да, молимся. Все, молимся тогда во имя Иисуса Христа. Отец мой, благодарны Тебе за возможность собраться вместе, использовать это служение. И мы молимся друг за друга за наши нужды, переживания, которые у каждого есть, Господь. Ты знаешь наши молитвы, когда мы молимся, Господь, когда мы взываем Тебе за наших близких, за наших роды, Господь. Ты знаешь их поименно. Мы не можем их сейчас все назвать, но каждый держит это в своем сердце. Мы проговариваем, Господь, нашу нужду сейчас. Мы проговариваем имена наших родных и близких, чтобы Ты коснулся, благословил, исцелил, спас, защитил, сохранил, освободил, чтобы дела дьявола были разрушены. Чтобы Твой Божий свет пришел, Твоя правда пришла, Твоя помощь пришла, Твоя милость пришла, Господь. Во имя Иисуса Христа, там есть тупик, покажи выход, там здесь тьма, покажи свой свет, там здесь ненависть, зажги любовь, зажги милость, Господь. Там здесь зло, пусть придет прощение, там здесь страх, пусть придет надежда, Отец. Во имя Иисуса Христа мы благодарны Тебе за то, что Ты есть наш добрый пастор, Ты есть путь, истина и жизнь. И мы благословляем друг друга сейчас, наши дома, наши семьи, наших детей. Во имя Иисуса Христа, Господь. И мы также благословляем пастора Сергея, его дом, семью, детей там, в Киеве, в Украине, чтобы Твой мир, благословение, изобилие, защита, охрана на его доме, на его семье, на церкви, на служении. Сохрани и защити, Господь. Дай им благословение, дай им помощи, Господь. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за это знакомство, за это общение и служение, которое сегодня имели. И знаем, что наши нужды в Твоих руках, Господь. Мы доверяем их Тебе, и мы с верой благодарим Тебя, Господь, сегодня, Бога Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Да, спасибо, пастор Сергей, что ты сегодня с нами был. Это было благословенное время с нами. И благословенное слово, наставление, молитвы, это очень важно. И мы, как в самом начале сказали, что вот каждое служение, оно не просто так. И я всегда верю в то, что нет случайностей. И у детей Божьих нет случайностей. Поэтому, Алёна, сегодня не было случайно, что ты сегодня с нами. Поэтому это не случайно, что сегодня с нами оказался также и в гостях пастор Сергей из Украины, который пережил то, что, в принципе, и касается тебя на сегодняшний день. Поэтому я думаю, что это не просто так, и все это не случайно. Вот. В принципе, все служение, оно могло быть Богом вдохновенно всегда. Любое служение, оно вдохновляет нас и для любого верующего человека. Вот. Но сегодня также, Господь, я думаю, что утешил тебя, наверное, да? И служил Господь ей сегодня, даже так можно сказать. Да, да, служил, да, и утешал. Но что я скажу? Что мы тебя ждем всегда. Мы тебя ждем, потому что мы ждем как в семью. То есть ты чувствуешь себя свободно. Сейчас через онлайн, потом, может быть, придет время, когда мы все-таки увидимся и встретимся. И не только ты одна будешь, но и вся твоя семья будет благословенно осветиться и очиститься. И ты возрадуешься, возликуешь. И ты будешь вспоминать этот день онлайн, что благодаря этому коронавирусу, ты сегодня с нами. Так что даже и вирусы, знаешь, не просто так, они все под Божьим присмотром. Господу повинуются. Да, все повинуются. Ты знаешь, когда из Египта выходил израильский народ, да, Господь открыл чудесным образом аж море целое, да, и они прошли по сухому морю, то есть по сухому дну, что интересно. Да. И весь народ прошел, а вот египтяне попали под этот вирус. Ну, что же делать? Вот так вот. А всех Господь наших сохранил. Поэтому везде Господь участвует, везде Господь сохраняет и охраняет нас в любой катастрофе, в любых проблемах, в любых ситуациях, потому что мы его дети. Аминь. 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 Ну что ж, друзья, слава Господу. Мы... Можете отключаться, если кто-то хочет пообщаться, кто-то хочет еще что-то там, не знаю, но, в принципе, наше время уже закончилось, но свободное время. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока. Хорошо. Спасибо всем. Спасибо всем. Сергей, спасибо. Люди, большой привет передавай. Передам сейчас, передам обязательно. Всем своим. И в церкви, да, в болезни. Да, в церкви. Да, все свои церкви передали привет большой от нас, от нашей церкви. Теперь мы, вот видишь, уже познакомились. Это было мгновенное время. А по поводу египтян, хотите... Да-да, что-что, да. Вы были в Египте? Кто-то был из вас в Египте? Отдыхали? Была я, да. Вы видели? О, сестра была. Я Нина зовут вас, да? Да-да-да. Вот. Вы видели их? Как они могли держать народ Божий в плену? Вы видели? Египтян. Я съездил в Египет, у меня вопрос. Как вот эти люди, благослови Господь, могли держать народ Божий в рабстве? Ну все, до свидания. Хорошо, с Богом, Сережа. Мы, я думаю, что не последний раз встречаемся, да, но... Аминь, аминь. Да, встретимся еще, так что будем держать связь теперь почаще. Благословения. Хорошо. Благословения. 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 Субтитры сделал DimaTorzok